видео создано при поддержке зрителей на бусти ссылка в описании привет народ или однако здравствуйте как говорит один известный телеведущий на сей раз видео задержалось не из-за моей лени хотя из-за нее тоже так уж получилось что я сейчас нахожусь на украине причем в самом ее центре а тут как вы знаете началась а боевые действия почему-то не очень-то способствует творчеству пока неспешно писал эту статью канал достиг впечатляющей цифры в 100 тысяч подписчиков большое спасибо вам за поддержку за просмотры да за все когда запускал канал я даже не подозревал что это скромное любительское начинание однажды перерастет в нечто большее нечто большое у меня и в мыслях не было что буду делать большие видео длиною в час два три и что у этих видео может быть более миллиона просмотров таких роликов на канале сейчас два и третий уже почти подобрался к миллионному рубежу спасибо вам друзья спасибо большое без вас ничего бы этого не было я планировал к этой круглой цифре выдать поздравительный музыкальный ролик как раз для этого переделал под джазовый стиль главную звешную музыкальную тему но у жизни на этот счет оказалось совсем иное мнение доступа к студии звукозаписи у меня сейчас нет а мой саксофон так и вовсе в данный момент лежит в мастерской в подвале киевской филармонии которая находится в самом центре собственно киева расстояние вроде бы небольшое но сейчас это все равно что на другой планете на днях решил плюнуть на все и таки закончить статью ну и так сказать вошел во вкус вышло 62 страницы это даже больше чем статья про броню штурмовиков в начитке около четырех часов придется разбивать на две части иначе вы на меня проклятие наложите хотя ребята на пусть и сказали начитывай четыре часа мы все будем слушать но я думаю большинство зрителей с таким размером не согласиться но довольно предисловий поползли поехали полетели в далекую далекую галактику как вы уже поняли из названия ролика сегодня речь пойдет об эскортном фрегате еф-76 на бьемб ну а для тех кто любит все произносить на аглицкий манер и f-76 на бьембе класс фрегат рассказ пойдет о подлинном бестселлере среди фрегатов одном из самых массовых кораблей этого класса в далекой-далекой галактики после войн клонов корабля обладающего весьма странной конструкции несколько сотен тысяч небу лонов под самыми разными флагами бороздили галактику вдоль и попелек взад назад проводя разведку обеспечивая фланговое прикрытие и усиление крупных эскадр отстреливая пиратов или сами являясь пиратскими флагманами выступая в качестве зенитного корабля защищает транспортные караваны или сами становясь охотниками за вражескими транспортниками и это не все и все не все еще фрегатный блон порой играл роль госпитального судна этакого летающего госпиталя был легким авианосцем и даже использовался для доставки и скрытого развертывания групп спецназа на бьемб был пусть и не лучшим но очень хорошим кораблем в своем классе несмотря на свою странную и местами противоречивую конструкцию но экипажи и флотское начальство всех фракций далекой-далекой его обожали фрегаты любили за универсальность за многофункциональность за модульную конструкцию позволявшую превратить фрегат да во что угодно на что хватит вашей фантазии денег стройматериала на верфях и степени прямоты рук у тамошних механиков сегодня подробнейшим образом разберем по винтикам болтиком конструкцию этого прелюбопытнейшего пепелаца в том числе затронем вопрос узкого перешейка соединяющего переднюю часть фрегата с его двигателями которая словно магнит притягивает к себе критику некоторых фанатов и людей со звездными войнами никак не знакомых этот перешеек только кажется хрупким к счастью нам повезло с иллюстрациями например вот такими благодаря им мы можем рассмотреть на бион b буквально по палубам пройдемся с вами по каждой из них заодно рассмотрим улучшенную модель на билана его более крупную и более мощную версию фрегат на бион b2 пристально взглянем на его дальнейшее развитие фрегат типа корона служившего уже новой республике а также посмотрим на на бион си дальнейшее развитие нашего героя в так называемом новом каноне его вы видели в восьмом эпизоде забегая вперед скажу что у первого ордена был и свой тип не булонов на бион кей но нам неизвестно ни его технические характеристики не его боевое применение ну кроме одного единственного инцидента неизвестно даже как он выглядел хотя есть парочка хороших фанатских иллюстраций ну в общем мы тебя таким и представляли не получится нам обойти вниманием и многочисленные модификации необиона b хвала модульности и историю некоторых примечательных фрегатов использовавшихся в скажем так нестандартной роли как вы понимаете материала у нас много рассказ ожидается долгим все как вы любите в комментариях вы частенько говорите что смотрите мои видео одновременно занимаюсь чем-то еще один стоит в пробке другой другая на кухне борщи рожает и пирожки клепает третий все это употребляет а четвертый работу работает у меня для вас есть идейка чем еще можно занять руки во время просмотра или прослушивания видео бесконечный конструктор моза брик почему бесконечный дык потому что из него можно собрать что угодно и повесить затем это что-то на стеночку и в любой момент снять и пересобрать в другую картину из маленьких деталей конструктора пяти градаций цветов вы можете собрать какую угодно фотографию в модном ныне стиле пиксель-арт в наборе помимо кубиков есть все что понадобится для сборки крепежные элементы подставка двухсторонний скотч и штучка-дрючка для быстрой разборки вашего творения для создания желаемого изображения не нужно обладать трехмерным мышлением или опытом вязальщицы достаточно загрузить на сайт выбранную картинку и вы получите подробную инструкцию для сборки есть три размера моза брика самый маленький размер с 51 на 51 сантиметр но даже этот размерчик займет ваши руки на 10 12 часов потому что в нем аж 5800 деталей хватит чтобы пяток видео посмотреть ага а есть еще и размерчик l 76 на 76 сантиметров все это дело можно дополнить рамкой тогда картина будет выглядеть еще круче моза брик отлично подходит на роль подарка девушки чтобы она могла собрать фото своего любимого кота или подарок тещи в доме тишина в душе покой в описании к видео вы найдете ссылку на промокод лего вас дающий 20 процентную скидку переходите заказывайте и наслаждайтесь начинаем а начнем мы как всегда с предысторий с того что за обстоятельства привели к рождению фрегатов на бион b для желающих этот момент пропустить на полосе прокрутки есть главы а в описании таймкоды к ним все для удобства вашей навигации и такс фрегаты и легкие крейсеры что в звездных войнах де-факто одно и то же почти всегда являются многофункциональными звездолетами призванными решать целый комплекс военно-убийственных задач но их главное предназначение крейсерская сторожевая служба охрана границ царства государства от пиратов и всяких недоброжелателей охрана транспортных караванов и все такое прочее фрегаты их младшие собратья по профессии корветы существовали в далекой далекой галактике тысячи лет в отличие от гигантских супер линкоров и мега авианосцев о которых уже было отдельное видео на канале и которые порой исчезали из истории без следа для фрегатов и легких крейсеров с корветами всегда находилась работа так как пираты контрабандисты и прочая шушера и шелупонь неистребимо как сорняки на вашем дачном участке за почти тысячу лет предшествовавшие воинам клонов роль фрегатов и легких крейсеров особенно возросла их было много после новых ситских войн флот и армия галактической республики были как вы знаете расформированы им на смену да и то не сразу пришли опереточные войска судебного департамента ну или корпуса юстиции как его часто называют они даже себя любимых не всегда могли защитить и с них особенно в последние годы республики ржали все кому не лень от пиратов до мелких царьков князьков пиратское братья и прочий нелицеприятный криминал весьма расплодившиеся за время военного хаоса новых ситских войн внезапно обнаружили что а по господа хорошие теперь нема врага в виде единственного централизованного республиканского флота а значит можно щипать торгашей ставить на счетчик целые государства и вообще радоваться жизни пополнение брать им было где пострадавший от войны планеты планетарный криминал да и бывшие вояки не нашедшие себя в мирной жизни тоже охотно трудоустраивались в банты новым республиканским властям было не до того не до отлова пиратов они там как раз аккуратно отодвинули орден джедаев от государственных дел и увлеченно делили власть у вас проблемы с пиратами ну дык того этого сами разбирайтесь вы держите здесь вам всего доброго хорошего настроения что вам не чем защищаться ай-яй-яй-яй-яй-яй ну вот вам мало мало поюзанные посудины из нашего бывшего республиканского флота или даже ситского дырки там залатаете еще послужит как дедушкин москвич 412 если не развалится за последующие тысячелетия фрегаты и легкие крейсеры наряду с корветами были основными актерами в театре галактической войны точнее серии локальных войн малой и средней интенсивности крупного побоища галактического масштаба не было и на том спасибо многие даже сомневались что нечто масштаба великой галактической войны или войн клонов или новых ситских войн вообще может случиться еще раз на бис ну примерно как современные люди слабо верят возможность третьей мировой войны и чем было дальше от рулсана и ближе к войнам клонов проблемы только нарастали аки снежный ком катящийся с горы мега корпорации со своими армиями пиратские армии неподконтрольные государства в среднем и внешнем кольцах периодически возникавшая угроза из неизведанных регионов впрочем углубляться в этот период сейчас не будем все-таки не про ту речь если кратко как бы описать эту эпоху владимир вольфович вам слова кругом грязь обман ложь и в этом говне мы с вами живем тысячу лет а вот да примерно так хотя по сравнению с тем какой звездец и перетрях всех устоев галактики начался потом это было неплохое времечко не просто так историки называли этот период золотым веком республики точнее одним из золотых так как в республике было относительно много относительно спокойных эпох я все это рассказал для того чтобы обрисовать картину перед воинами клонов и дабы вы не сомневались что в отличие от некоторых других классов военных кораблей на время прекративших свое существование фрегаты были всегда и пусть и медленно но эволюционировали поэтому как только неожиданно негаданно и нежеланно для большинства обывателей началось мега побоище под названием войны клонов этот класс боевых кораблей был достаточно широко представлен по обе стороны баррикад так как галактическая империя является правоприемником старой республики посмотрим что же летала под знаменами республиканской шестеренки во время воин клонов в составе великой армии республики и что досталось в наследство империи после окончания войны первым делом народ вспоминает несомненно очень удачные многоцелевые фрегаты типа пельта про которые тоже как-нибудь стоит рассказать довольно быстрая посудина длиною 282 метра кое-как вооруженная и способная катать до 200 рыл только десантников при общем экипаже в 900 человек столь же часто в этом классе вспоминают легкие крейсера типа аркитенс про которые было отдельное видео на канале посмотрите эти были получше вооружены тоже довольно шустрые с хорошей автономностью и небольшим экипажем гораздо менее распространенными были легкие крейсеры типа карак от малоизвестной конторы домоден manufacturing corporation 350 метров в длину неплохое вооружение довольно крепкий корпус великолепная скорость и малость неожиданное для таких размеров маневренность экипаж 1100 человек и совсем уже редко в встречался легкий крейсер типа тартан или тартан да он так называется как клетчатый орнамент на шотландской мужской юбке тартан 250 метров в длину два десятка пушек всего лишь 70 человек экипажа ну корабль как корабль ни рыба ни мясо хотя как летающая зенитка он был вполне ничего если вы уже хотите спросить эй танкистская рожа а как же фрегаты типа консульский консулар класс крузер он же си 70 таки да был такой но крейсером и фрегатом он считался задолго до воин клонов пока высоколобые сэры и премудрые сырухи из анаксетского военного колледжа не сочинили одноименную классификацию боевых кораблей о которой я подробно рассказывал видео посвященным классификации кораблей в звездных войнах в годы воин клонов это де-факто был корвет и по размерам и по вооружению и по выполняемым задачам однако был у неблона и еще один непосредственный предок малоизвестный предок про которого большинство даже слыхом не слыхивали эскортный фрегат со странным названием класс c фрегат этот класс c появился в звездных войнах еще в далеком-предалеком 1992 году когда фантазии авторов франшизы ограничивались только запасами лсд и рамочными ограничениями выставленными дедушкой лукасом картинка у вас перед глазами это его единственное официальное изображение она из второго справочника планет of the galaxy планеты галактики правда там представлено краткое описание и характеристики не базового фрегата класс c не того корабля который на закате старой республики пытался гонять пиратов по окраинам там описано глубоко модифицированная версия фрегата превращенного в мобильный госпиталь имя его садан ресторейшн что можно перевести как внезапное исцеление или стремительное восстановление неплохое название для летающей больницы классе тоже был создан в недрах корпорации quad причины отказа от его крупно серийного производства в источниках не озвучиваются видать это странная 330 метровая посудина как говорится не пришлась ко двору однако опыт разработки и недолгой эксплуатации фрегатов классе оказался очень кстати позволив ускорить разработку фрегатов на бион би во время воин клонов фрегатов поступивших в серийное производство вскоре после превращения галактической республики в тоже галактическую но уже империю как-то скучно прозвучало пал палыч вам слово республика будет реорганизована набив первую галактическую империю да так звучит намного лучше спасибо шивка сингович идите дальше злодействовать фрегаты на бион би были одними из первых крупных боевых кораблей принятых на вооружение флотом молодой галактической империи вступив в строй почти одновременно с из-р звездными разрушителями типа император и началом широкомасштабного производства пзр звездных разрушителей типа победа впрочем темпы строительства последних вскоре сильно сократили в пользу из-р однако не будем торопить события и на краткое время вернемся к более известным типом боевых пепелацев республики которых также был призван заменить на бион би и того тартан карак пельта арквитенс и конечно же классе солидный наборчик для молодого имперского флота не правда ли но вот чего-то им всем чуточку не хватало черт тебе еще надо собака а не хватало им всем ангара ни у одного из перечисленных пепелацев его не было даже в проекте ну разве что на пельте при помощи молотка напильника смекалки и какой-то там матери повстанческие инженеры смогли в итоге сделать эрзац ангар узкий неудобный и вообще фиговенький на всех остальных истребители могли базироваться только на узлах внешней подвески например на крейсере типа карак таковых было пять всего пять мест для легких сид истребителей да это снаружи сами понимаете что так технику обслуживать крайне трудно а пока зализишь в свой драндулет по тревоге так битва может уже и закончится и все пора вылезать обратно в теплую каюту или если не повезло тебе и кораблю отправляться на тот свет а истребители и бомберы имперскому фрегату были ой как необходимы например при атаке транспортного конвоя с разных сторон фрегат не может быть везде и одновременно ну разве что если разорвется на две части но тогда конвою уже не помочь для прикрытия конвоя со всех сторон нужны были дополнительные карающие руки имперского правосудия а в бою с другими крупными кораблями истребители и особенно бомбардировщики торпедоносцы заметно увеличивают огневую мощь корабля что вы много раз увидите далее в этом рассказе кроме этого нужна разведка арквитенс с этой задачей справлялся очень хорошо всевозможных сенсоров сканеров и датчиков него запихали мое почтение да еще и средства постановки активных и пассивных помех не забыли прикрутить но вот по уровню автономности и скорости в гиперпространстве арквитенс был столь же далек от идеала как-то и дрянец от благотворительности или хат от фитнеса и того имеем вроде бы парк фрегатов и легких крейсеров впечатляет служит их молодом имперском флоте десятки тысяч бортов но нет ни одного который бы полностью удовлетворял изменившиеся хотелки военных особенно остро после войн конов имперский флот нуждался в эскортных кораблях эскортном фрегате не для того чтобы эскортниц катать а чтобы транспортные конвои сопровождать чтобы на них не набрасывались всякие эскортницы то есть шлю повстанцы легкого поведения и пираты с тяжелым характером но примерно такого же поведения по мнению имперсов конечно же а ведь еще нужно патрулировать торговые пути защищать торговые суда и чем-то добивать мелкие осколки конфедерации независимых систем не винаторы же с победами и императорами за ними гонять наши люди в булочную на такси не ездят нужен был новый корабль корпорация quad drive yards не стала тянуть ранкара за бубенцы и вскоре родила героя сегодняшней видео статьи эскортный фрегат и f-76 на бион b военные недолго напрягали единственную извилину в голове у которая фуражку держит и почти сразу выдали одобрямс на принятие нового фрегата на вооружение утверждено точно неизвестно когда именно фрегаты на бион b стали серийно собирать на орбитальных верфях куата и верфях его дочерних компаний и когда новые корабли стали поступать в имперский флот нам известно что уже в семнадцатом году до явина то есть всего лишь через два года после воин клонов во флоте альдераана который royal alderaan civil fleet уже использовались фрегаты на бион b нам известно имя одного из них возрождение ну или по-агглийски resurgence то есть новейший тип военных фрегатов уже тогда состоял на вооружении небольшого оборонительного флота какого-то там альдера на конечно альдеран далеко не бедная планета и может себе позволить не только фрегат но даже десяток линкоров однако правительство альдерана особенно король бейла органа с первых дней империи были публика из сомнительной лояльности граничивший с предательством а часто и пересекавши эту черту и были они теми еще чертями по мнению таркина и тем не менее они смогли законно купить новый фрегат а это значит что скорее всего новый фрегат приняли на вооружение чуть ли не сразу после войны в том же девятнадцатом году после явина и начали строить в таком темпе и в таких масштабах что успели наклепать несколько тысяч штук удовлетворив базовые потребности имперского флота раз так значит проект на бион би создавался еще в период воин клонов или возможно даже до войны как многие типы боевых кораблей встретивших и закончивших войну республики против сепаратистов и как только военным потребовался универсальный многофункциональный фрегат куатовцы такие а по а у нас таки есть шо вам продать господа хорошие ведь и название фрегата на бион би непрозрачно нам так намекает что это уже не первая модель на основе данного корпуса кстати корабля с названием на бион а звездных войнах нет хотя мог появиться наши западные товарищи тоже любящие звездные войны когда-то сочинили ракетный фрегат с таким же названием для своей ролевой и его даже чуть не утвердили официалы в середине нулевых он чуть не стал каноном в итоге в звездных войнах появился кораблик со схожим названием не бюла а не не бюлон а не бюла туманность в переводе с английского он кратко упомянут в квестовом модуле the price of neutrality isolation цена нейтралитета изоляция довольно любопытное приключение там это был тип кораблей планетарной обороны куларина это вот здесь в секторе таэре в регионе экспансии фрегаты не бюла а также использовались ополчением куларина куларин милиция во время войн клонов ополчение было переименовано вооруженные силы куларина куларин армд форсес и вошло в состав вар великой армии республики которая напомню состояла не только из клонов не бьюла а что это за корабль как он выглядит кто его создал на эти вопросы ответов нет и не будет можно ли его считать предком небиона б или нет решать вам скорее всего это какой-то заговор к слову про ранее упомянутый фрегат возрождение он не просто летал в альдеранском флоте его еще и пытались использовать против законной власти ибо был сей небилан б ценнейшим активом альдеранского сопротивления повстанческо террористического движения созданного бейлом органы сразу после воин клонов вдумайтесь сенатор имперского сената правитель альдерана создал и финансировал террористическую группировку которая вооружалась обучалась и снабжалась на его планете да еще и целый военный фрегат им выделил я конечно не одобряю уничтожение планеты звездой смерти в четвертом эпизоде киносаги уж слишком мне нравится альдеран особенно в с в торг но легко понять гранд моффа таркина порядком уставшего от этого якобы мирного нейтрального шарика с повстанческими учебками военными базами и складами оружия понятно почему таркин терпеть не мог боево органу в частности и весь его альдеран в общем хотя уничтожать планеты это все-таки перебор но как вы знаете не все сторонники империи внутри самой вселенной звездных войн были против уничтожения альдераана палпатин в итоге все обставил с юридической точки зрения так чтобы комар не только носу не подточил но чтобы даже на подкованный блохе к нему не подъехал но полностью компенсировать негативные последствия своей воли таркина ему так и не удалось и это привело в повстанческое движение тысячи новых рекрутов а фрегат возрождения летал недолго его выследила и уничтожила эскадра под командованием адмирала гилдера варта и инквизитора валена дрейка впрочем при поддержке правительства целой планеты да еще и планеты весьма богатый полностью уничтожить альдеранское сопротивление было попросту невозможно помните вояк в дурацких касках и жилетках из четвертого эпизода да вот этих вот которые на танцеве так вот эти парни пытавшиеся пострелять в имперских штурмовиков вот среди этих гвардейцев были и не добиты и в свое время боевики альдеранского сопротивления а то во что они одеты выпускалась массово на фабриках альдерана для бойцов того самого сопротивления мило не правда ли повстанцы террористы носили форму гвардейцев а бэйл органа и лея органы еще и удивлялись после этого почему их так не любит империя а нас то за шо но мы отдалились от темы клад штамповал на булоны b со скоростью взбесившегося принтера тираж тысячи фрегатов в год благодаря модульные конструкции корабли собирались легко и быстро из модульных отсеков которые изготавливались на орбитальных стапелях или планетарных заводах и фабриках затем готовые модули на стапеле соединяли воедино тяп-ляп готовый фрегат просим экипаж обживать каюты и валить нах лететь своим ходом к месту дальнейшего прохождения воинской службы для более эффективно следами в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть а служили фрегаты почти во всех секторальных и ударных флотах галактической империи путешествуя в те годы по галактике вы легко могли бы встретить на бьюн-бе среди холёных блестящих и красивых кораблей оборонительного флота самого курусанта и других секторальных флотов миров внутреннего кольца и ядра и точно такой же не бьюн-бе только побитый помятый в многочисленных боях вы бы увидели в силой забытых уголках внешнего кольца куда летает полторы коллеги и где при виде тамошних поселений хочется удивленно воскликнуть что и тут тоже люди живут среднестатистический имперский секторальный флот насчитывал 2400 военных кораблей и судов обеспечения непосредственно боевых кораблей там было 1600 среди них легких крейсеров и фрегатов в первую очередь на бьюн-бе было несколько сотен вымпелов точные цифры нам неизвестны и они сильно разнились от флота к флоту но если прикинуть опираясь на косвенные данные в одних лишь секторальных флотах империи ко времени битвы над эндором летала по меньшей мере 300 тысяч фрегатов на бьет б и хераси и это только в секторальных флотах приблизительно так флот галактической империи как главного заказчика новых фрегатов не отпугивала даже довольно значительная стоимость набилонов 8 миллионов 500 тысяч кредитов за штуку видимо не отпугивал ценник и других покупателей о которых далее для сравнения легкий крейсер типа арквитанс стоил более чем в два раза дешевле 4 миллиона тех же кредиток почти столько же стоил легкий крейсер типа карак а на черном рынке за небе он бы просили еще больше какой нынче курс на черном рынке один к 120 тысяч генерал так вот за один рубль дают 120 долларов однако цена в восемь с половиной лямов было оправданно так как по некоторым возможностям арквитанс и караки уступали на и бьюн-бе теперь давайте же погрузимся в нутро фрегата и посмотрим что же в нем такого эдакого нашли господа имперцы а начнем пожалуй с вооружения уж очень любит зритель именно эту тему да и кто не любит большие стрелялы на нашем причудливом фрегате в стандартной его комплектации путешествовал на первый взгляд довольно скромный арсенальчик а именно 12 турболазерных пушек тайм и бэк x i7 в качестве главного противокорабельного средства и 12 лазерных пушек борстал р-8 для пальбы по всякой мелочи хотя из турболазеров x i7 истребители бомберы и прочую вредную мелочевку тоже можно было огорчить а чтобы им леталось еще грустнее на фрегат водрузили два проектора притягивающего луча файлон q7 немного но все равно полезная штука ими можно сковать маневры вражеского истребителя чтобы по нему потом точно отстрелялись лазерки или можно обездвижить какой-нибудь транспортник как сказал бы товарищ скорпион захваченный лучом транспортник затем можно притянуть к своему шлюзу для всестороннего сканирования и возможно последующего захвата его абордажной группой с облапыванием всего экипажа тюмов и нычек вы ведь помните что наш герой должен был патрулировать торговые пути и там бороться с пиратами и контрабандистами ну дек вот как раз для этого фрегату и нужны были притягивающие лучи а когда на политическом горизонте объявился альянс повстанцев злобные как чихуахуа получившая по морде кошачьей лапой не объявлены как патрульные корабли и фрегаты рейдеры оказались как нельзя кстати впрочем и до единого повстанческого движения галактической империи нет нет да да приходилось иметь дело с разномастными повстанческими движениями что и понятно империя так крепко держала руку на горле то есть на пульсе времени что не всякому обитателю далекой-далекой галактики от этого было приятно и уютно порой страсть как хотелось нащупать на чердаке дедовский бластер и пойти стрелять в имперцев но сейчас не об этом вы же помните о модульности фрегата при желании на на билоне легко найти место дабы в пендюре туда парочку торпедных аппаратов или ракетных пусковых установок и такое часто делалось почему на на билон б ставили именно такой набор вооружения почему не было мощных турболазеров спросите вы я же как евреи из анекдотов отвечу вопросом на вопрос атаки зачем они ведь главная задача фрегата это сопровождение транспортных караванов и защита их от пиратов и повстанцев не просто так ведь он зовется эскортным фрегатом а большинство пиратских лоханок с легкостью разбираются на атомы имеющимися пушками да и повстанческим корветом с истребителями такой арсенал обычно не сулит долгой и счастливой жизни в общем арсенал скромный но вполне достаточный для поставленных перед фрегатом задач а вот если нужно было воевать чем-то покрупнее корвета например с другим фрегатом вооружение которого адаптировано подведение боя в формате корабль против корабля или соединению фрегатов приходилось иметь дело с вражеским тяжелым крейсером вот тогда начинались проблемы что вы увидите далее пушек для этого явно не хватало а хотелось помощнее да побольше то есть военным хотелось как всегда так выпьем за то чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями но если было надо можно было поставить на на дион b и что-то помощнее все та же модульность позволяла заменять вооружение на любое интересуемое хоть на турболазеры звездных разрушителей хотите обвешивайтесь только легкими пушками превратив фрегат самоходную зенитную батарею или же напротив майете поставить вместо турболазеров ракетные пусковые установки преобразовав нашего героя в ракетный фрегат все на что фантазии хватит вот например автор этого фанатского ролика не мудрствуя лукаво присобачив внутрь набиона огромной мощности масс драйверную пушку в теории такой бомбардирский корабль звездных войнах вполне может существовать но ни одна из фракций далекой далекой галактики ничего подобного с набионом так и не провернула хотя концепция оснащения легкого небольшого корабля очень мощной бабахой таки да иногда встречается как например вот этот транспортник gr 75 на которой рукастые парни из альянса повстанцев зачем-то прикрутили огромную пушку солидной мощности и это было единственное оружие данного контейнеровоза но это же не эстетично то дешево надежно и практично но таки довольно пока модификации за них и расскажу позже арсенальчик откровенно говоря мог быть и побольше все-таки наби он б не самый маленький корабль его длина 300 метров ширина в самой толстой части корпуса 72 метра а высота 166 метров но что же с арсеналом у одноклассников небиона наверняка поинтересуетесь вы почти сопоставимый с небионом по размерам он лишь чуть чуть больше легкий крейсер типа карак обладал другим арсеналом 10 тяжелых турболазеров и 20 ионных пушек в зенитном варианте на крейсер вместо ионок устанавливали такое же количество лазерных пушек ну и про проекторы зловредных притягивающих лучей на караке тоже не забыли их у него было пять штук на первый взгляд может показаться что 10 тяжелых турболазеров это все же посерьезнее чем 12 средних у набиона и вы таки будете правы но как в том анекдоте есть нюансы посмотрите на дизайн караки это по сути летающий кирпич пушки на нем равномерно размазаны по корпусу как паштет по хлебу а это значит что как ты не повернись в отношении неприятеля в его сторону будет направлена в лучшем случае только половина стволов в то время как у набиона б артиллерия сконцентрирована в передней части корабля а так как в основном корабли в звездных войнах перестреливаются на встречных курсах в общем мощность единовременного залпа у набиона б получается ничуть не меньше особенно в дуэльной ситуации но есть у этой монетки и обратная сторона концентрация большинства пушек для обстрела супостата в передней полусфере означает то что в задней полусфере фрегат почти беззащитен как звездный разрушитель с кормы есть у фрегата и еще несколько так называемых мертвых зон где хит разделанного вражеского толкового пилота бомбовоза достать крайне трудно например в районе надстройки с антеннами дальней и ближней связи еще можно зайти кораблю со стороны движков и дубасить по ним пушками ракетами торпедами хоть до посинения пальца на гашетке и до облысения от страха командира атакуемого корабля а если еще вспомнить что в кормовой секции у набиона б находится реактор грустно может стать кораблику даже несмотря на то что область реактора неплохо бронирована если шмалять туда только лазерными легкими пушками замучишься эту хрень проковыривать а вот торпедами вполне можно однако в большинстве случаев проблемы с мертвыми зонами нивелируются палубной авиагруппой фрегата состоящий из двух полнокровных эскадриль и порядочно так прибавляющих нашему гордому пепелацу в боевом потенциале особенно в сравнении с одноклассниками так что я бы не рискнул сделать ставку на караку в дуэльной ситуации хотя это все равно очень достойный крейсер со своими достоинствами в дальнейших сравнениях о них тоже заикнусь парочкой звуков и раз уж вспомнили про истребители давайте взглянем какая мелочь и как гнездилась на палубе набиона б несмотря на не самые крупные размеры ангар а иногда и несколько ангаров набиона б были довольно таки просторными там с комфортом размещались две полнокровные истребительные эскадрильи то есть 24 машины и было место для нескольких грузопассажирских челноков как правило это были челноки типов лямбада или страж чуть реже это были челноки более старых проектов такие как типы грек или катор про которые многие фанаты даже не слышали эти встречались на фрегатах несших службу на периферии вдали от высокоразвитых миров обычно в мирах внешнего кольца и в не очень-то благополучных регионах кольца среднего например именно такие челноки гнездились в ангаре фрегата дальняя орбита far орбит о котором я позже расскажу подробно маханький спойлер фрегат сначала был имперским потом дезертировал и стал пиратствовать а далее они стали каперами то есть лицензированными пиратами альянса повстанцев если было нужно челноки могли выкинуть их место занять дополнительными мл а малыми летательными аппаратами тогда можно было затолкать в ангар еще дюжину истребителей или бомбардировщиков знающий зритель знакомы с тем как в нашей любимой вымышленной вселенной происходят бои в космосе может сказать что ведь можно вынести ангар со всеми его обитателями к ситховой бабушки вперед ногами уничтожив попутно и всю авиагруппу и сделать это точными попаданиями по главному входу ангара торпедами и ракетами турболазерами и вообще всем что у вас там завалялось а когда не будет авиагруппы другому фрегату или легкому крейсеру да хоть той же караке будет легче справиться с набионом так то она так да не так наби он такой хитрый пепелац что местоположение ангара у него еще попробуй отыскать без увеличительного стекла и пол литра горячительного к тому же до момента старта истребителей и бомбовозов выход из ангара обычно наглухо закрывается бронированными створками а дело во все той же модульность например на упомянутом фрегате дальняя орбита ангар для истребителей располагался в передней секции с единственным выходом на правом борту вот тут он находился и вот так выглядел крепления для сидов самые типичные встречаются чуть ли не на каждой первой имперской планетарной базе космической станции и на большинстве крупных кораблей включая из эры ну и правильно зачем лишний раз изобретать велосипед когда эти привычные рампы с подвешиванием истребителей под потолком прекрасно работают известный метод все я студентов control c control в прекрасно работает не только при написании курса чей и рефератов вон инженеры тоже лишний раз извили ну не напрягают но у дальней орбиты был еще и второй грузовой ангар вот его схема как вы видите на рисунке располагался он на корме рядом с двигателями и одним из трюмов а так как эта дырка на корме единственное куда завозилась жрачка срачка лекарства боеприпасы оружие оборудование снаряжение и все 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 вплоть до кружевных трусов капитанской жены и контрабандные бутылки королеанского виски небось весело было палубной команде перетаскивать грузы через весь корабль в главную секцию по довольно узкому перешейку их соединяющему когда фрегат стоял в дохе орбитальной базы снабжения и пополнял запасы а врал с тележками и поддонами там наверно был тот еще как в районе касс в магните или пятерочки 31 декабря сколько можно ждать столько сколько нужно однако идем дальше я ведь не просто так сказал что ангары у разных на бионов могли оказаться в разных местах корпуса вот у этого фрегата с именем хищник раптор ангара сразу два первый расположили в задней части нижние надстройки а второй на корме но не там где у дальней орбиты и планировка у ангара была другой их соседство он там с каютами мотористов и механиков ответственных за работу главного реактора так себе идея размещать сразу два ангара на корабле тем более в разных участках корпуса представьте каково механикам мотаться из одного в другой в поисках нужной гайки или чтобы спереть пардон реквизировать у коллеги гаечный ключ пока он не видит но и сложнее перетаскивать туда-сюда боеприпасы и запчасти короче говоря лишний геморрой обслуживание техники но зато супостату не получится прихлопнуть сразу всю авиагруппу корабля одним единственным удачным выстрелом или ракетой залетевшим в распахнутые створки ангара бывали и не бионы б с одним единственным ангаром расположенным вот тут под антеннами дальней и ближней связи и постом связистов причем такие ангары могли иметь выходы на оба борта сразу судя по всему чаще всего встречались ангары аналогичные дальней орбите то есть ангар для истребителей в передней части корабля с выходом на правый борт плюс грузовой ангар на корме но это не все еще раз вспоминаем про модульность и разные варианты на бионов б так на сильно модифицированном повстанческом фрегате call extension ушлые повстанческие инженеры оборудовали увеличенный ангар с несколькими выходами из него вдоль киля корабля очень толковое решение смею заметить вот это правильно такой вот необычный на бион б превращенный повстанцами в авианосец встречается нам в двадцать втором выпуске серии комиксов empire сколько точно он возил в себе мла там не уточняется исходя из размера увеличенного ангара могу предположить что там могу разместиться четыре полнокровные эскадрильи то есть 48 50 истребителей бомбардировщиков и несколько челноков но что мы точно знаем что ангар call extension был достаточно просторным чтобы туда поместился легкий транспортник модели лайки 1300 а этот блинчик достаточно широкий кстати уайте 1300 и прочие легкие каролианские грузовики как в базовой версии так и дополнительно вооруженные иногда использовались альянсом повстанцев и новой республикой в роли сверх тяжелых истребителей очень мудрое решение это было и серии голь на выдумку хитра так что господа имперцы если вам повезет взорвать судно похожее на тысячелетний сокол то не обольщайтесь и не торопитесь преждевременно представлять на своей широкой груди орден за заслуги перед имперским отечеством у ребилов таких много летала обычный же небе он и b до которых еще не добрались очумелые ручки повстанческо-новореспубликанских креативных инженеров сомнительной трезвости тоже могли возить на себе подобные транспортники но только на внешних стыковочных узлах вспоминаем пятый эпизод где в конце фильма тысячелетний сокол припарковался к медицинскому фрегату redemption именно таким способом о фрегатах превращенных в госпитальные суда я расскажу позже когда речь пойдет про модификации небеонов какого-либо стандартного набора возимых истребителей у небеона b не было даже авиагруппы на имперских кораблях могли быть самыми разнообразными например могли взять на борт одну эскадрилью сид истребителей и одну сид бомбардировщиков или полторы истребительные эскадрильи и половину то есть 6 штук бомбардировочной или вот третий вариант загрузить весь ангар двумя с половинами десятками многофункциональных тяжелых истребителей xg-1 альфа выкинув при этом челноки состав авиагруппы зависел только от предстоящей боевой задачи ну и от возможности конечно у альянса повстанцев а позже и у новой республики тоже с еще более поздним галактическим альянсом стандартов комплектации авиагруппы набеонов тоже не было особенно у альянса что было в наличии то и запихнули в ангар поэтому запросто можно было встретить десяток крестов серич x-винков соседствующих с парой свеженьких вертушек то есть б-винков стоящих рядом с несколькими обшарпанными r41 star chaser которых у стенки подпирали ржавые z95 тщательно отобранные повстанцами у ближайшего музея это дедушка x-винка если кто не в курсе не ну а что рыбы вы ничем не гнушались если это нечто могло летать и как-то стрелять они вон даже целый музей офицированный крейсер однажды угнали и потом еще и воевать поехали на этом памятнике это как сейчас воевать на танке т-34 или из 2 снятыми с постамента хотя если в реальности минимум половина из них еще на ходу той в звездных войнах памятник тоже наверное еще может как-то воевать если дать машину в хорошие руки но вернемся в далекую-далекую повстанцам таки да иногда приходилось обходиться вообще без современных машин например был у повстанцев фрегат по имени метеор ангары метеора были загружены парой явно неполных эскадрильей за 95 у этого метеора не было ничего общего со знаменитыми отечественными судами на подводных крыльях ибо окатал он далеко не праздных туристов но опытных боевиков и летчиков альянса не испытывавших чувств сострадания ко всем у кого на мундире красовалась имперская шестеренка они с удовольствием и при любой возможности выбивали из имперских голов мозги с засевшей в них идеологии нового порядка нам этот фрегат и его авиагруппа известны только по одному инциденту из игры x-wing versus тай-файтер инцидент там был следующим в планетарной системе еридж это в секторе тунгра во внешнем кольце висела и никого не трогала космическая станция завод модели x7 с именем собственным дрэккер висела бы она там и дальше но региональному повстанческому командованию что-то захотелось зачесалось наделать в ней лишних дырок не предусмотренных конструкций дабы так сказать прикрыть лавочку все это шоу проходило под общей вывеской стратегической наступательной операции квик страйк быстрый удар если по-нашенски и вот в третьем году после явина фрегат метеор со старыми 95 на борту явился исполнить хотелки начальства по сокращению производства всякой имперской всячины с хотелками мятежников не согласился блуждавший поблизости и прискакавший на выручку звездный разрушитель типа победа которого имперцы гордо звали величали неумолимый inexorable у пср на борту была эскадрилья гамма носит перехватчиках эскадрилья бета носит бомбардировщиках и чтобы повстанцам совсем не скучалось челноки dx 9 дельта из транспортно-боевой эскадрильи омега имперский флот конечно не профсоюз но заводчан защитил помянем повстанческий фрегат и его истребители разнообразный состав эскадрильи встречается на наобионах б и в новом каноне например в романе алфавитная эскадрилья alphabet squadron авторство александра фрида присутствует фрегат хэллион с дэйр под командованием крэскяна да вот такого коротышки кстати забавное имя у корабля слова хэллион переводится как озорник проказник или хулиган и иногда в просторечии используется в значениях песенок или чертенок вы своего кота запросто можете назвать хэллион и не ошибетесь особенно во время его традиционного ночного или утреннего тгдк а слово дэйр значит вызов дерзкий рисковый так что имя фрегата можно перевести как дерзкий озорник или наглый хулиган или бесящий засранец вариант выберите себе по вкусу дык вот этот озорник нёс в своем ангаре две эскадрильи пункт райот squadron на перехватчиках rz1a wing и гончия хаунд squadron на истребителях бомбардировщиках б-винг я это упомянул для того чтобы продемонстрировать вместимость ангара на билона дело в том что б-винге довольно крупные машины 17 метров в длину и довольно таки широкие а при заходе на посадку им нужны широкие ангарные входы в узенький ангар какого-нибудь эрзац авианосца в который повстанцы могли переделать что угодно хоть даже корвет или канонерку привет корвету фарстар или случайно подвернувшийся и не успевший сбежать от такой перспективы контейнеровоз дек вот в узкий ангар жирненький б-винг мог запросто не влезть это все потому что у кого-то слишком узкие двери до описания известных фрегатов мы еще дойдем но раз уж я упомянул хэлеон стейр стоит рассказать чем он закончил а конец его был печальным через полгода после поражения империи над эндором фрегат участвовал в дальнем разведывательном рейде выискивая имперские осколки и оценивая потенциал их недобитых войск осколок он нашел и потенциал их оценил в полной мере на себе пытаясь скрыться от легкого имперского авианосца фрегат забрел в кластер оридол регион с крайне сложной навигацией но имперцы и там его достали скоротечной битве 32 сид истребителя без проблем уничтожили и сам фрегат и всю его авиагруппу которая состояла к слову из ветеранов из очень опытных летчиков многие из которых были асами чудом выжить удалось только двум летунам новой республики будущим летчиком той самой эскадрильи алфавит их звали час начальник и вилл варк имперцы же потеряли только двух пилотов арона и херодина нас ли а сейчас небольшая ремарка с парой примеров потому что знаю что у некоторых из вас уже возник закономерный вопрос как сид истребители даже не сид бомбардировщики а простые истребители смогли уничтожить целый фрегат на объем б к тому же почти не пострадавший в предыдущих боях ну если не считать некоторых проблем с гипер движком как мог погибнуть эскортный фрегат который вроде как должен хорошо справляться с истребителями но тут дело в том что уничтожившие его сиды были из элитного 204 истребительного крыла этим палец в рот не клади по локоть откусит в новом каноне эти парни и девчонки обладают такой же репутацией как в расширенной вселенной то есть в оригинальных звездных войнах обладает легендарные 181 истребительное крыло сулунти рафела хотя 181 есть и в так называемом новом каноне но о них пока известно лишь то что они существуют и красят плоскости своих сидов в красный цвет а ну еще и то что там когда-то служил и погиб брат имперской летчицы хавины вонрек аса из элитной эскадрильи титан от имени которой мы летаем в относительно недавнем космосиме star wars squadrons да да та самая игрушка с большим потенциалом но явно недоработанная из-за чего выглядит как иллюстрация поговорки в девяностые запущенные в народ черномырдиным хотели как лучше а получилось как всегда что делать такова солеви как говорят у них имперские летуны из 204 крыла сподобились уничтожить хэлли он сдэр не только благодаря своему умению лихо виржи закладывать по снайперски метко стрелять и героически превозмогать дело и в самом фрегате небе он б а точнее в некоторых его конструктивных недостатках некоторые из которых я уже упомянул раньше другие изъяны в конструкции неблона будут озвучены далее прежде чем мы пойдем дальше скажу несколько слов вот о чем знаю как большинство из вас относится ко всей без исключения продукции по так называемому новому канону ко всему что выходит в последние годы когда франшиза целиком и полностью стала принадлежать мега жадно вредной мыши корпорации дисней я же не склонен закидывать какашками всю продукцию по новому канону также как я и не идеализирую расширенную вселенную и там и сям были удачной и неудачные книги комиксы и игры несомненно по новому канону хороших книг очень и очень мало хотя выпущено их уже приличное количество тем не менее хорошие книги есть и трилогия александра фрида про алфавитную эскадрилью это редкий случай достойного чтила по звездным войнам многим старым звешником нравится творчество писателей майква стекпова и аарона олстона именно из-под их пера вышли романы серии x-wing но по сравнению с трилогии фрида состоящий из романов алфавитная эскадрилья падение тени шэдоу фоу и цена победы виктор из прайс творчество стекпова и олстона выглядит как очень наивное легкое приключенческое чтиво а вот александру фриду удалось создать не просто интересных и запоминающихся персонажей но персонажей довольно глубоко проработанных с хорошей мотивацией а все повествование он смог укрыть покрывалом серой морали одни лишь душевные терзания имперских дезертиров чего стоят в общем читайте смело мне лично понравилось идем дальше конечно же 204 не единственные асы умудрившиеся взорвать фрегат без помощи пушек крупных кораблей однажды жил-поживал имперский фрегат с котично мрачным именем тьма даркнесс приблизительно через полгода после уничтожения первой звезды смерти и рассеивания по космосу в состоянии молекул сотен тысяч имперских душ в компании таркина этот фрегат случайно обнаружил два повстанческих королеанских корвета cr-90 это были посудены с именами либра и рамс хэт последний не так давно честно угнали у имперцев на имперской службе он носил бесхитростное имя клинок 5 blade 5 наши не очень-то уважаемые надмозги обычно переводят имя корвета рамс хэт дословно голова барана но повстанцы ребята толковые баранами не были название они сочинили со смыслом в английском языке слова рам можно перевести как таран а словосочетанием рамс хэт называет наконечник тарана простейшего еще античного стенобитного орудия которым наши и не наши далекие предки с матом-перематом выносили двери крепостей наконечники таранов иногда украшали стилизованной головой барана название хорошо еще и тем что вскоре после этих событий данный корвет оснащенный уникальным экспериментальным щитом с неказистым названием shield x также стыриным у имперцев принял участие в очень необычные спецоперации уникальный щит на короткое время давал корвету неуязвимость при столкновении с физическими препятствиями позволяя проходить сквозь них как раскаленный нож проходит сквозь масло уникальный летающий таран повстанцы использовали по прямому назначению запрограммировали курс сами слиняли с корабля и направили на звездные разрушители пришвартованные в ремонтном доке находящимся возле неназванной планеты в секторе большой плуриот это вот тут в регионе экспансии в итоге сильно поплохело сразу четырем линкором которым корвет снёс надстройки с капитанскими мостиками желающих лично погрузиться в те события приглашаю в древний космосим x-wing а если точнее в аддон tour of duty imperial pursuit да еще в далеком 1993 году некоторые разработчики уже знали что такое аддоны к играм что такое искусство продавать после релиза за дополнительную денежку кусочки уже готовой игры деньги не пахнут как говорил император веспасиан но впрочем подобные вундерваффы тема для отдельного рассказа нас ведь сейчас интересует фрегат тьма когда экипаж имперского корабля обнаружил корвета альянса в открытом космосе повстанческие техники как раз увлеченно крутили гайки устанавливая этот самый щит имперцы явно были не в курсе что там замыслили коварные борцы за все хорошее против всего плохого помыслив что фрегат даже без дополнительной авиагруппы справиться с какой-то там парочкой корветов имперский капитан отдал приказ атаковать имперец не учел болтавшихся рядом асов и знаменитой красной эскадрильи да и откуда ему было знать те не мудрствуя лукаво раздолбали имперский фрегат накидав ему торпед куда надо в достаточном количестве импы явно не ожидали что те смогут выкинуть такой фортель это грустно или весело это печально печально да но все естественно этот случай не был единственным подобного рода был еще у имперцев фрегат 40 путь или же по-аголицкий шрайк ключевое слово тут был фрегат патрулировал себе тихонько и никого не трогал сканировал себе все вокруг сенсорами и сканерами вокруг него летали несколько дежурных звеньев сид истребителей обычные такие скучные будни военной службы но вояки из альянса повстанцев сделали все чтобы день не казался для имперцев томным примерно как моя вторая половинка сказанул однажды тебе скучно давай я устрою тебе скандал и сразу станет весело женщины это умеют да у повстанцев для скандала как раз были и повод и средства незадолго до этого у них на вооружении появились великолепные истребители бомбардировщики б-винг и мятежные братья с удовольствием обкатывал редкую новинку на всех встречных поперечных кому не повезло убежать в этот раз не повезло фрегату сорокопут его атаковали две отборные повстанческие эскадрильи красная эскадрилья летела в бой на б-винках а прикрывала их желтая эскадрилья на перехватчиках а-винг пока б-винги разносили торпедами удивленно офигевший экипаж фрегата до этого не представлявших что у мятежников есть такая техника перехватчики отвлекали на себя внимание сид истребителей тоже очевидно не ожидавших такого перформанса несколько минут и элитные летчики истребители альянса повстанцев лишили имперцев фрегата и всей его авиагруппы состоящий из дюжины сид истребителей и 60 бомбардировщиков но это было не все на сигнал о помощи отправленный с фрегата в район боя вскоре прибыла пара имперских корветов cr-90 из группы банши в сопровождении полуэскадрильи из шести тяжелых истребителей xg-1 альфа это имперский аналог их свингов но вошедшие в азарт повстанцы уничтожили и их тоже живыми из боя не вернулся ни один имперец повстанцы же потеряли несколько истребителей это маленькая плата за такой-то успех учитесь воевать у лучших господа хорошие получаете у вас действительно умеете магете просто пушки и истребители дело нужное важное но пиратствующих товарищей которые имперцам были совсем не товарищи надо было еще и догнать и усадить на бутылку правосудия за догонялку на наобионе b отвечали 7 маршевых ионных двигателей galaxy 15 собственная разработка корпорации quad drive yards мысля использовать собственные двигатели не полагаясь на сторонних разработчиков и производителей это с одной стороны мысля здравая так меньше рисков срыва контракта из-за недобросовестного поставщика мало ли какой форс-мажор случится кроме того поставщик вполне может начать работать с конкурентами и саботировать графики поставок и что тогда перебили вать моторный отсек под мотокондолы корабля под другие движки а это знаете ли время и это деньги с из-эрами имперскими звездными разрушителями такая вот опасность была тогда как маршевые двигатели у из-эр делали сами куатовцы то вспомогательные двигатели главного имперского линкора джемон-4 были производства корпорации cygnus spaceworks которая также поставляла двигатели и оборудование другой мега корпорации cnr fleet systems и хрен там знает как и о чем в будущем могли бы договориться кораблестроительные гиганты во время очередного попива рынка суровые знаете ли реалии капитализма тут капитализм человек человеку волк ну или вот другой пример звездные разрушители типа победа викторий класс star destroyer их движки lf-9 вообще делались на альдеране да ты шо том самом альдеране который в четвертом эпизоде эпично разнесла звезда смерти вызвав жгучие боли чуть пониже спины как у повстанцев такие у имперцев и у многих непричастных тоже так что решение оснащать фрегаты небе он б собственно спроектированными и самостоятельно собираемыми двигателями по-своему здравое вот только были эти движки так себе они великолепно работали только на внимание истребители да внезапно уменьшена и малость переработанной версии двигателей фрегата ставилась на безумно дорогих тяжелых истребителях и g2000 от компании trion incorporated именно на них потом рассекали по галактике известные дроиды убийцы и g88 эти движки кстати создатели истребителя честно с пизз позаимствовали скрутили со списанного фрегата небе он б тогда как на истребители эти двигатели работали великолепно давая и g2000 невероятную скорость то вот связка из семи таких слабеньких движков на большом фрегате не очень-то справлялась с толканием корабельной тушки по космическим просторам максимальная скорость небе она бы составляла всего лишь 40 м джи у ти 40 космических единиц на 20 единиц меньше чем у из r у звездного разрушителя типа император антипиратский корабль летающий медленнее линкора это как-то не очень для сравнения посмотрим на все ту же караку этот легкий крейсер летал не просто быстро они цензурно быстро его максимальная скорость была ровно в два раза больше 80 м джи у ти это была скорость истребителя хотя набирал он ее довольно медленно но от разогнавшегося крейсера мало что могло убежать к слову крейсер экипаж которого выжил педаль в пол летал с такой же скоростью что и вилка уай винк основной истребитель бомбардировщик альянса повстанцев а эту штуку медленно и не назовешь впрочем на форсаже уай винк был все же чуточку быстрее но вернемся к дебилану б до максималка у нас слабовато может быть ускорение хорошее но увы и тут не так чтоб очень хорошо максимальное ускорение фрегата 1200 g а это хуже чем у того же и zr его ускорение почти вдвое больше 2300 g но может быть хотя бы в атмосфере наш не бион b был быстрым и тоже нет атмосферная скорость фрегата была всего лишь 800 километров в час то есть дозвуковая скорость почти сопоставимая современными авиалайнерами впрочем он не создавался для полета в атмосфере и вообще столь странной конструкции нечего было делать в пределах планетарной гравитации приземлиться ведь на поверхность планеты он не мог из-за особенности конструкции но уважаемые граждане хорошие любящий этот фрегат сердцем и спинным мозгом я тоже из таких не спешите в ярости кидать в меня тапки и валенки и прочую обувку у нас ведь еще есть и гипер скорость степень шустрости с которой пепелац летает между звездами в гипер пространстве проще говоря гипер двигатель гравитсапа это то без чего пепелац может только так летать а с гравитсапой в любую точку вселенной за 5 секунд и вот тут у нас а ладно можете бросать в меня тапки потому как в гибели не бион b был пусть и не медляком но и чем-то особенным похвастаться тоже не мог его главная гравитсапа то есть основной гипер двигатель был всего лишь второго класса по техническим стандартам периода фильмов такого же уровня гипер движок стоял на и за р а вот у караки был гипер двигатель первого класса караку можно считать адаким исключением в имперском корабельном зверинце ведь большинство крупных боевых кораблей галактической империи да и галактики вообще летали на движках второго класса так что если вы еще не метнули в меня валенок можете даже не начинать уже не спешите для линкора или тяжелого крейсера гравитсапа второго класса это вполне нормально гигантом обычно некуда торопиться они как в том анекдоте у носорога плохое зрение но при его весе это уже не его проблемы а вот для фрегатов одной из важнейших задач которых является защита торговых путей от пиратства и ведения разведки скорость порой жизненно важно от нее зависит жизни не только экипажа набулона но и в первую очередь тех кому фрегат будет как бурундучок спешить на помощь как и в случае с уничтожением фрегата истребителями дабы не быть голословным приведу несколько показательных примеров за несколько месяцев до судьбоносной битвы над явином когда один татуинский колхозник забросил пару торпед в папину круглую игрушку случился небольшой по галактическим меркам инцидент господа повстанцы узнали они большом имперском ремонтном доке от толкового пирата и торгаша монково-марийской наружности по имени туз туз и в африке туз висел док не абы где они подалеку от галактической столицы висел почти беззащитный видимо имперцы не предполагали что повстанцам хватит наглости атаковать что-либо рядом с корусантом но звезда смерти еще не была взорвана а от того имперцы расслабились как геймер после сохранения они пока мест не успели в полной мере познакомиться с повстанческой целеустремленностью и наглостью смешанной с лихостью и отвагой порой граничившие с безумием как раз к этому моменту альянс благодаря мод модми окончательно перешел к тактике насрал удрал то есть ударил убежал подразумевавшие нанесение стремительных москитных ударов по имперской инфраструктуре и быстрое отступление пока импы не очухались не одуплились не взбесились и не бросились в погоне с очевидными намерениями показать взорвавшимся повстанцам где ранку разимуют подразделение истребителей бомбардировщиков уай-винг из все той же элитной красной эскадрильи атаковал ремонтный док одновременно уничтожая немногочисленные сид истребителей его охранявшие и челноки типа дельта неведомо зачем там оказавшиеся на сигнал о помощи устремился фрегат стервятник из состава столичного секторального флота и вот если бы наби он бы был достаточно быстрым в гиппере он успел бы прибыть вовремя и не дал бы повстанцам развалить казенный ремонтный док но увы когда фрегат вывалился из гипера с расчехленными пушками и готовы к драке повстанцы уже все со всеми закончили и сами смылись в гипер виртуально помахав на прощание по точкам не трудно догадаться в какой ярости прибывало командование столичного секторального флота тамошнимов да и сам император тоже и того ремонтного дока нет несколько челноков уничтожено десяток истребителей сбили у повстанцев потерь почти нет а имперцы злые такой удар по репутации ай-яй-яй можно не сомневаться что об этом пусть и мизерном но все-таки успехи раструбила повстанческая пропаганда хотя на тот момент имперские граждане еще не очень-то охотно верили словам мятежников которых многие тогда еще считали бессовестными террористами это что же за хрень показывает почти аналогичная история приключилась примерно в то же время в другом районе космоса повстанцы там проводили испытания в полевых условиях недавно доставшихся им истребителей-перехватчиков r22 spearhead в целом неплохая машина на их основе потом будет создан на мой взгляд лучший повстанческий ново-республиканский аппарат для боя сид истребителями и вообще со всеми сидами речь про rz1 a wing да я считаю именно его лучшим а не x-wing когда речь дойдет до рассказа про ашку во всех подробностях расскажу почему кстати ашкой a wing называет только наши фанаты и в рунете сами же повстанческие остряки дали ему кличку edge что можно перевести как грань наконечник или острие очень подходящая кличка учитывая его внешний вид если посмотреть сверху имперцы в свою очередь наградили a wing а вместе с ним и r22 кличками slim то есть худой или тонкий и кличкой высел то есть гудок свисток или скорее свистун так его прозвали из-за характерного звука двигателей во время полета в атмосфере ой я опять отвлекся таки прошу пардону ну так вот свои r22 повстанцы решили обкатать на какой-нибудь простой цели таковой стал беззащитный имперский ремонтный док висевший в неназванной планетарной системе как только док был атакован и его связисты срочно запросили помощь и опять на бион бет спешит на помощь в этом инциденте спасателем попытался быть фрегат вирулентность однако история повторилась когда фрегат вышел из гипера от повстанцев уже и след простыл фрегату оставалось только попытаться найти эту тайную базу откуда взлетели хулиганы и отомстить митяжникам где это сволочь не нашли или вот еще один показательный пример более успешной рэбельской атаки дело было также около явинских событий повстанцы несколькими эскадрильями внезапно навалились на имперский звездный разрушитель катиад стучаться в имперскую посудину торпедами прилетели эскадрильи крестов то есть иксфингов перехватчики овинг и главная неприятность истребители-бомбардировщики б-винг последние то как раз и нанесли из эру больше всего вреда неожиданная атака принесла впечатляющие плоды линкор получил существенные повреждения корпуса большинство его пушек отказали щиты не работали экипаж в шоке да еще и командир корабля позабыв что первым с тонущей посудиной обычно бегут крысы но никак не капитан попытался сдриснуть на личном челноке но не получилось не фартануло один из крестов догнал челнок и взорвал пока повстанческие эскадрильи развлекались крутясь возле звездного разрушителя его связисты не спали они затребовали помощь спасать честь и гордость и перского космофлота бросился болтавшийся неподалеку фрегат необион b с именем хищная птица bird of prey но отчасти из-за того же гипер движка 2 класса отчасти из-за стремительности повстанцев сей гордый птиц прилетел слишком поздно когда он вывалился из гипера в компании сид мстителей повстанцы уже завершили свои грязные дела и собирались по домам получивший тяжелые повреждения из-за р восстановлению не подлежал имперская гордость тоже обидно кранусь обидно ну ничего не сделал я только вошел ну и завершим этот цикл примеров еще одним небеоном б не успевшим прийти на помощь причем не успевшим дважды речь пойдет о фрегате носившим имя страж сентинеу примерно за год до битвы над яви нам повстанцы действуя в рамках той же стратегии насрал удрал вознамерились подпортить импом интернет точнее голонет а если быть совсем точным как снайпер-штурмовик испортить часть кого на это отвечающую за военную и правительственную связь для этого повстанцы стали выискивать и уничтожать коммуникационные спутники большинство из которых представляли из себя автономной станции висящие в открытом космосе вдали от заселенных планет если в те времена у вас были проблемы с интернетом и вы не смогли смотреть фото с вот котиками и твилечками называешь нам портхабе знаете это повстанцы виноваты по понятным причинам ребил атаковали только спутники висевший черти где не пытаясь уничтожать коммуникационные узлы на орбитальных космических станциях возле планет там ведь в ответ можно было получить по шапке понимая чем чревато повстанческая пакость импы повесили на спутники аналог сигнализации и обложили их миниатюрными автономными оборонительными установками вооруженными легкими пушками и одновременно являющихся космическими минами да вот такая вот смесь пушки и мины смесь бульдога с носорогом это помогало но не всегда в одном из инцидентов повстанческие икс венги атаковали группу из пяти спутников предварительно уничтожив мины на автоматический сигнал тревоги как раз и прилетел фрегат страж но сделать он уже ничего не успел повстанческие истребители шустро разбежались кто куда как тараканы если внезапно включить свет фрегат попытался их догнать конечно но безуспешно второй раз страж не смог стать стражем имперских интересов некоторое время спустя но все также до битвы над явиным правда в этот раз виной бывание скорость корабль поставили охранять конвой сухогрузов bff-1 перевозивших зерно в системе холод повстанцы устроили на них засаду зная что конвой будет охраняться фрегатом в этот раз они отправили тяжелый крейсер mc-80 кэтлин и несколько эскадриль и истребителей шоп наверняка пока икс венги разбирались с авиагруппой фрегата крейсер мон каламаре пушками отгонял фрегат страж от конвоя повстанцы удалились как только захватили несколько судов и уничтожили остальные зерновозы стоит заметить что повстанцы очень редко проводили атаки на хорошо охраняемые конвои защищенные фрегатами легкими крейсерами или группой корветов даже с использованием собственных тяжелых крейсеров это было слишком опасно ведь появление крейсера мон каламаре сразу привлекало внимание чекистов из изб и разведчиков убектората это имперская разведка а значит была нешуточная опасность что имперцев удастся обнаружить крейсеры рейдер и затем уничтожить его превосходящими силами а вот атакующий конвой истребителей военные челноки и вооруженные легкие транспортники хотя бы те же войти 1300 а следить было гораздо труднее они как правило легко отрывались от преследования но ведь можно атаковать хорошо охраняемый конвой кучи истребителей и бомбардировщиков наверняка скажете вы да можно но зачем лезть на конвой с приличной охраной где велика вероятность понести тяжелые потери потери невосполнимые когда можно отыскать незащищенный или слабо охраняемый конвой и разграбить или расстрелять его если повстанцы и задействовали крупный корабль для нападения на транспортный конвой то это был фрегат обычно на бион б наш герой как нельзя лучше подходил чтобы грабить караваны гонять для этой цели тяжелый крейсер mc80 или другую подобную большую них было дорого рискованно излишне это как если бы вы поехали на белазе в магнит или пятерочку за хлебушком хотя белос ведь белорусский тогда как на белазе ездить на картошку только бацки этого не говорить а то он действительно поедет классно как всегда уродилась а картошка но и в бочке меда есть дегтя ложка колорадский жук к слову о повстанческих фрегатах бывали случаи когда и повстанческие небе он и б не успевали вовремя доковылять до района мордобоя примером тут может служить фрегат орел игл дело было так имперская элитная эскадрилья альфа носить защитниках неожиданно налетела на два повстанческих эскортных авианосца называвшихся флотилией бродяга проулер продили они вестима на имперских торговых путях а взлетевшие с них истребители и бомбардировщики захватывали до уничтожали имперский и гражданские транспортники негодяи защищали их 4 корвета cr90 эти тоже любили побродить по имперским тылам и вот на них напали сет защитники целью которых было выведение авианосцев из строя чтобы затем их захватили абордажем штурмовики увы имперский крейсер-заградитель суэлу прилетел запоздало оттого один из авианосцев успел удрать но не страшно его догнали попозже пытался от нас убежать имперские асы да еще и носить защитниках лучших истребителях галактики помогли повстанцам отправиться в мир иной по ускоренной программе один авианосец они вывели из строя все четыре корвета взорвали вместе с ними элитные имперские летуны позбивали все что поимело наглость с этих авианосцев взлететь и только импы собрались не спеша с чувством с толком с расстановкой брать обездвиженный и обесточенный авианосец на абордаж как из гипера выскочил опоздавший на представление фрегат орел если бы эта птичка оказалась там сразу возможно осид защитники альфы не смогли бы справиться с задачей или им пришлось бы звать подмогу а так до заправившиеся до снарядившиеся летчики истребители довольно улыбнулись и чтоб два раза не вставать взорвали еще и фрегат перестреляв за компанию и две его эскадрильи в итоге за один день да что там за пару часов повстанцы лишились авианосца фрегата четырех корветов и больше полусотни истребителей и бомбардировщиков самых разных моделей все-таки недаром сам дарт вейдер называл марека стила одним из лучших асов империи марек стил был рекордсменом в имперском флоте по количеству уничтоженных фрегатов не объем б да и фрегатов вообще за несколько недель до этого он с собратьями собутыльниками по эскадрильи тоже уничтожил один фрегат звался он хуну повстанческий корабль и попытался сорвать доставку новейших истребителей сид защитник вот и на хуну этот хуну на имперцев полез потом марек стил был одним из тех асов кто при поддержке пушекрейсер арджун в усмерть закидал ракетами фрегат дохом защищавший секретный повстанческий завод на космической станции x7 он же далее вместе с подчиненными перестрелял там несколько эскадрильи истребителей повстанцев пару десятков транспортников и прочее что там имела наглость летать и пудруку подвернулась и все это почти без потерь с имперской стороны такой прыти от имперских летунов удивленно обомлевшие повстанцы явно не ожидали это был как раз тот случай когда взбесившийся заяц до инфаркта напугал волка другие имперские асы тоже не отставали например вскоре после битвы над ходом элитная эскадрилья носит мстителях в сухую в одну калитку превратила в груду металлолома повстанческий фрегат инамо корабль пытался окольными тропами полями огородами сбежать с хота но далеко не убежал командир инама слышали что-то бабахнуло кажется больше нет пушек в парке ладно потом посмотрю так что у нас там дальше командир инама успел послать сигнал о помощи видимо узнав что фрегат отбивается всего лишь от одной эскадрильи пусть и элитной и на крутых истребителях на его зов прилетел тяжелый крейсер ардент имя можно перевести как пламенный или пылкий но пламенного чуть самого не сожгли пламенными протонными торпедами побитый крейсер едва ушел одним куском впрочем вскоре имперцы его нашли и добили ну вот и все короче он тебе церетели если после этих нескольких примеров у вас сложилось впечатление о бесполезности набиона б то таки не спешите огорчаться ша ушаст вам скажете за другие случаи когда на баллончик шопан бил здоров делал шлемазом нехорошо оказавшись в нужном месте таки в нужное время наш следующий герой носил имя тегрет он охранял конвой из трех безымянных модульных контейнеровозов от компании allegor enterprise systems безымянных потому что тип или номер проекта этим судам официалы так и не удосужились сочинить фрегат проводил конвой через систему от тролл ежели и кому любопытно эта система размещается на карте вот тут в секторе отравис во внешнем кольце местечко было стремноватое если вы там оказались без охраны то маршрут из пункта а до пункта б шел дорогой через жо местная ячейка альянса повстанцев то ли оказалась слишком наглой то ли слишком самоуверенной то ли чересчур глупой то ли жрать так сильно хотелось что мозги туманились как бы там ни было рыбы решили спереть имперское добро прямо под носом у охранника полагая что фрегат на сей раз слабенький и не помешает а вот старший сильный старожиха бабушка божий одуванчик но не даром название фрегата созвучно с английским словечком regret то есть сожалением сожалением и прискорбием сообщаю вам что сборная команда альянса повстанцев представленной истребителями за 95 истребителями бомбардировщиками уай-винг и тремя штурмовыми челноками а ты р-6 с абордажными командами внутри скоропостижно скончалась они были уничтожены пушками фрегата и истребителями его авиагруппы серьезные потери для одной повстанческой ячейки а думали бы головой сидели бы дома хотя и голодные так что-то я разогнался с примерами я вас там еще не утомил нет готовы слушать дальше кивните если да и в комментариях что-нибудь скажите вот хорошо молодцы продолжаю такс поток примеров я начал когда рассказывал о сравнительной медлительности не бьёнов b и на суб световой скорости и на гипер скорости вот скоростью эту главу и закончу как и у любого нормального крупного корабля в звездных войнах у не бьёна b был еще и резервный гипер двигатель он был вполне нормальным для такого пепелаца двенадцатым классом то есть если вышел из строя или был уничтожен основной движок всегда можно было попытаться наковылять до цели назначения на запасном а уж если выбили и второй то то дады встаем во фронт и часа через четыре навсегда ложимся в грунт располагался главный гипер двигатель на корме вот тут рядом с главным реактором и маршевыми двигателями видать куатовский инженеры не слышали поговорку о пагубности складывания всех яиц в одну корзину хотя у идеи разместить движки гипер движки и главный реактор рядышком были и свои очевидные плюсы ну хоть резервный реактор и батареи накопителей додумались расположить в передней секции корабля гипер двигатели находились в отсеке под грузовым ангаром на седьмой палубе отсек с гипер движками и баками с топливом для них занимал три палубы с восьмой по десятую а зал управления был на девятой палубе как вы помните наш герой модульный и на примере ангара вы уже знаете что его отсеки могли разместить где душе владельца угодно однако место расположения маршевых двигателей главного реактора и генератора счетов всегда было в одном месте в задней секции фрегата учтите это когда будете пытаться уничтожить необилон б или его захватить да да ролевики затейники это я про вас сейчас подумал раз уж заикнулся о реакторе давайте ка им и продолжу благо далеко ходить нам не надо вот он рядом с двигателями реактор занимал обширное пространство в нижней части кормовой секции а зал управления главным реактором находился на шестнадцатой палубе вот прошу взглянуть на схему этого просторнейшего помещения горячим сердцем небе ванна б был реактор на антиматерии киди вай 8000 аббревиатура киди вай как вы наверняка догадались расшифровывается как quad drive yards реакторы у куата получались явно получше их же гипердвижков как это было заведено у куата реактор сделали с запасом не приходилось перегружать его для полноценного функционирования всех систем корабля в том числе с использованием пушек и счетов на максимальной мощности окажись такая штуковина на планете она могла бы снабжать энергии неплохого размера город вместе с парочкой фабрик но конечно же куатовцы никогда не ограничивались установкой на корабль только одного реактора они все любили дублировать это было сделано для безопасности а то мало ли обладателей какой степени кривизны рук будут летать на их продукции он если не сломает на уроне как раз таки не помимо пальца на собой вспомогательный реактор находился в нижней части передней секции и был довольно неплохо защищен его мощность не сообщается но вряд ли аварийный реактор мог справиться со всеми потребностями корабля обычно такие реакторы ставили на всякий случай например когда основная энергоустановка посудиной выведена из строя или временно отключена для ремонтных работ или ну вы понимаете были у фрегата и аккумуляторы тоже на всякий случай они занимали почти всю двадцать первую палубу передней секции находившийся над реактором примечательно что капитанский мостик был там же рядом всего лишь несколькими палубами выше на 17 палубе если быть точным и вот вроде бы и все что можно сказать про корабельный реактор на биона б а раз уж перед вами сейчас маяча схема главного и увы единственного капитанского мостика на на бионе б пришла пора рассказать и про него а заодно поведать об экипаже фрегата в данном вопросе мы снова упираемся в модульности и модификации на биона б ибо мостики у фрегатов разных серий и разных модификаций могли сильно отличаться друг от друга в основном на форму и насыщение этой палубы влияли задачи выполняемые фрегатом мостик на этой схеме был типичным для боевого на биона б помните хреновенький мультсериал повстанцы ну дык вот там нам показали капитанский мостик несколько иной формы с другим расположением постов управления тогда участие фанатской публики это вызвало возмущение ну вот вам и объяснение господа хорошие как так получилось на разных фрегатах разных серий разных модификаций могли отличаться даже форма и размер обзорных иллюминаторов например у данного фрегата напомню боевого имперского был панорамный иллюминатор чуть ли не во всю стенку разумеется в бою он наглухо закрывался толстенной бронированной створкой сопоставимой с остальной броней корабля второй обзорный экран уже электронный размещался противоположной части мостика этакий огромный телевизор на котором можно смотреть на расстановку союзных и вражеских сил созерцать красоты космоса план боя изучать местный youtube смотреть или на парнохабе видео с твилечками искать далеко не все имперские корабли могли похвастаться такой хорошей обзорностью сразу за залом управления находилась пара турболифтов о которых я скажу далее кабинет командира корабля с одного борта и небольшая офицерская комната отдыха с другой иногда кабинет командира также был и его каютой ну чтобы до рабочего места долго не ходить у начальства знаете ли ноги не казенные чуть дальше был зал для совещаний с голопроектор еще один голопроектор был в небольшой тактической комнате и пользовались редко и на некоторых фрегатах судя по всему она отсутствовала вовсе она и правильно одного зала для совещаний вполне достаточно чтобы донести до офицеров непреклонную воли начальства кроме этого на мостике обычно был пост охраны нет не для того чтобы от прочей команды отбиваться как это было на барышниках торговой федерации где старшие офицеры отгораживались от команды многослойной взрывозащитной дверью которую даже обладатель 6 разряда по сварке не сразу мог проковырять своей светопалкой видео про барышник кстати есть на канале пост охраны и оружейка на мостике предназначались для путешествовавших на фрегате солдат флотской пехоты или штурмовиков во время боя как минимум отделение должно было дежурить на мостике дело в том что абордаж крупных кораблей в звездных войнах ведется по ключевым участком корпуса как правило это моторный отсек реакторный отсек и капитанский мостик захватив эти три точки а иногда достаточно и одной абордажная партия могла начать диктовать свою непреклонную волю супостату несколько стрелков вполне могли попробовать сдержать в узком коридоре рвущихся на мостик незваных гостей до прибытия подкрепления с других палуб к тому же мостик могли попытаться взять штурмом снаружи пристыковавшись кораблю абордажной шлюпкой и беспардонно просверлив дырку вот тогда на мостике точно пригодится пару людей соображающих за какой конец бластера нужно хвататься а ежели фрегат терпит бедствие или получил тяжелое повреждение и воевать более не способен почтенное начальство имело возможность почтенно слинять на спасательных шлюпках а еще эти капсулы иногда использовались в качестве дроп подов для десанта привет спейс марином на мостике спасательных капсул было три более чем достаточно чтобы смогли удрать все обитатели главного нервного узла фрегата для прочих же обитателей фрегата тоже хватало спасательных капсул их расположили на нескольких палубах вдоль всего гребня передней секции с ее тыльной стороны там они меньше всего могли пострадать от вражеского огня а значит народонаселение фрегата могло с высокой вероятностью пережить гибель набиона б обученные экипажи в звездных войнах всегда намного важнее и сильно дороже самого корабля так как нужно несколько лет чтобы превратить тухлых мечтателей покорителей звездных меридианов и прочего межгалактического продукта ну а новый фрегатик можно склепать за недельку-другую за государев счет народ не обеднеет поэтому в звездных войнах корабли редко берегут и часто просто бросают в отличие от вселенной где опитают только что упомянутые спейс-марины там боевые корабли берегут как только могут ибо неприлично долго строится и очень уж не дурно стоит раз уж я вспомню про персонал мостика пора бы рассказать и про остальной экипаж нашего пепелаца почти все обитатели фрегата кроме мотористов обитали в верхней части передней секции фрегата то есть выше мостика а именно в пространстве с 8 по 16 палубы конечно на этих палубах были не только кубрики для команды и десанта старшие офицеры могли жить сразу под мостиком на 18 палубе или что бывало чаще на несколько палуб выше вот схема одной из типичных планировок 18 палубы тут мы видим зал для совещаний и кабинеты господ офицеров иногда вместо этого могла быть большая кают компания подальше от челяди от рядовых то есть естественно там тоже была оружейка с постом охраны так с начальством разобрались посмотрим же как жили простые смертные то есть весь прочий экипаж для младших офицеров а иногда и для некоторых старших если последним не нашлось место на палубе под мостиком были предусмотрены каюты на 11 палубе вот ее схема тут есть свой камбус столовая и офицерская кают компания где за бокалом королеанского виски или альдеранского красного выдержанного можно было обсудить прекрасных дам или ненавистного врага а ежели ненавистный враг оказался внезапно круче вас и фрегат погибает или прекрасная дама пришла за элементами с этой палубы также имеется возможность смыться на спасательных капсулах расположенных там же где на мостике рядовой состав и десант размещались на палубах повыше вот пример одной из них восьмой тут помимо кубриков личного состава был небольшой лазарет рядом со складом лекарств были тут баки с бактой и операционные чтобы раненого или больного не тащить через весь корабль этой палубе можно было пристыковаться через стыковочный шлюз вот он на рисунке также тут можно видеть небольшой тренировочный зал и стрельбище надо же где-то штурмовикам оттачивать свои стрелковые навыки а то на корабле им совсем скучно фрегат мог с комфортом катать до 200 человек десанта но при необходимости десант мог быть увеличен до 700 солдат совсем положенным им по штату снаряжением оружием и спидерами да только спидерами только легкая техника танк и уж тем более шагоход в небе он бы не влезет как ни запихивай для кормежки всей этой аравы была предусмотрена большая столовая на четвертой палубе вот ее схема полный штатный экипаж фрегата состоял из 850 офицеров и матросов хотя кое-как привести корабль в движение и даже как-то воевать могли и два десятка человек механики обслуживающие истребители обычно жили рядом с ангаром на пятой палубе там же могли проживать и летчики как правило именно с пятой палубы вел выход в пресловутый перешейк соединяющий заднюю и переднюю секции корабля по перешейку или как бы его еще назвать там можно было передвигаться на своих двоих но заботливые куатовский инженеры предусмотрели для этого специальный турболифт а точнее даже два ходившие как фуникулер так и быстрее и удобнее груза перетаскивать кстати именно из соображений перевозки грузов ангар чаще располагали в верхней части передней секции таскать габаритные запчасти для истребителей через пол корабля а потом тащить их турболифтом ну знаете ли было бы тем еще удовольствием к слову о турболифтах их у фрегата было обычно три штуки на боевых набионах б на медицинских фрегатах могло быть и 4 как на этой схеме дополнительный лифт обычно соединял палаты с операционными так удобнее было больных и раненых перевозить конечно были у набиона б и лестницы между палубами а также с одной на другую палубу можно было перебраться через технические люки присутствовавшие на каждой палубе на полу и в потолке один такой обозначен на этой схеме вот тут но лестницами и уж тем более люками если не приспичит никто не пользовался турболифтов с двумя кабинками более чем достаточно шахта первого турболифта пронизывала всю переднюю секцию фрегата лифты номер два также проходили сквозь всю кормовую секцию а лифт номер три находился в перешейке кстати о нем родимом вы наверняка ждали ответа на вопрос почему перешейк не объема б такой тонкий глядя на который складывается впечатление что создатели корабля в далекой-далекой галактики думали совсем недумательным местом а рисовали руками растущими из этого самого недумательного места как обычно говорят люди не знающие правильного ответа а вот это хороший вопрос начну с того как вообще появился дизайн на био на b в звездных войнах концепт нашего галактического бестселлера создал него родис джамеро художник и помощник директора по визуальным эффектам дядя лукасу понравилось и он сказал одобрямс он вообще много чего для звездных войн нарисовал например именно благодаря него адмирал акбар и все мон каламари выглядят именно так как мы их знаем так вот фрегат вдохновение творцу пришло неожиданно во время рыбалки а источником вдохновения внезапно стал двигатель его моторной лодки согласитесь похож но почему перешейк такой тонкий дело в том что изначально на бион b который тогда еще так не назывался должен был быть кораблем исключительно повстанческим в дисдоках и концептах его так и называли rebel cruiser повстанческий крейсер и такая легкое дополнение к тяжелому крейсеру мон каламари которого в ранней версии сценария поначалу звали просто батлшип линкор а какой должна быть техника партизан борцов за свободу правильно ржавой побитой обшарпанной ободранный как тот же лайвинг с которого повстанцы скрутили все что им показалось лишним и что можно знать в ближайший пункт приема в торсыльян за праздник смотреть против то как выглядели лайвинге изначально можно понять по модели btlb которую мы видели в мультсериале воины клонов но так как лайвинг нам запомнился без так сказать лишних деталей то и рисуют этот истребитель бомбардировщик исключительно голым точно такая же тяжелая изобразительная судьбинушка постигла и наш не объем б имперские фрегаты судя по редким описательным упоминаниям были более так сказать упитанными и этот самый перешейк не был таким тонким сейчас перед вами модели созданная фанатом эриком генри он же и си хенри его канал вы можете найти на ютубе так выглядел имперский на бион b если с него скажем так и не снимать шкуру но так как для многих художников облик на билана из фильмов считается эталоном имеем что имеем рисует так чтобы выглядели как в фильме но помните имперскому фрегату вовсе не обязательно быть таким ободрышим без части бронелистов и малополезных внешних отсеков надеюсь я ответил на вопрос и зачем только повстанцы с фрегата броню срывали на бион b пусть и достаточно живучий но все же лишняя броня ему никак не помешает впрочем это их повстанческая проблема и дикий же народ дети гор да кстати о защищенности корабля по прочности брони он примерно сопоставим с уже несколько раз сравниваемой сегодня караккой хотя по общей живучести конечно был похуже на удивление летающий кирпич мог вынести больше урона прежде чем начать разваливаться мощность дефлекторных щитов у караки тоже было несколько повыше чем у небиона b но и нельзя сказать что у небиона b такой уж плохой щит кстати проекторы щита размещались все там же на корме ну вот вам и еще один повод нацелить туда пушки главный реактор двигатели кипер двигатель и генератор с главным проектором щита все там вот эта надстройка которую часто принимает то за капитанский мостик то за антенны и была генератором щита первым был защитный комплекс производства компании сэридж под названием сел аббревиатура как у американских морских котиков а вторым являлся генератор jc671 от компании delfus в целом неплохие надежные системы но когда неплохие справлялись плохо а перешейк очень уж понравился вражьим артиллеристам я это к тому что в военной истории далекой далекой все же были случаи когда небиона б погибали именно из-за своего тонкого перешейка как у нас заведено приведу в доказательство один случай шоу мутный седьмой год после битвы над яви нам то есть третий год после эндора империя быстро весело и задорно разваливается на куски которые увлеченно воюют друг с другом периодически отвлекаясь на новую республику пинающую вообще всех если успевали если получалось если силенок хватало каждый имперский военачальник или моф мечта порвать себе кусочек побольше да пожирнее называя конкурента по распилу в лучшем случае предателем а себя новым императором новая республика же наблюдая весь этот пост имперский паноптикум штопанных контрацептивов тихонечко офигевала и поначалу пыталась просто выжить в общем хаосе и что характерно у нее это получилось пауки так увлеченно делили банку что не заметили убивающего их дихлофоса новой республики ну дык вот фиентом самом седьмом году а после явина на орбите планеты таласи что в системе маробе в одноименном секторе региона колоний фрегат с именем провокатор под командованием капитана джоши пытался сделать больно прибольно элитной новой республиканской эскадрилье призрак но переоценил свои силенки и в итоге а тата сделали ему самому а ведь фрегат был не один компанию ему составлял корвец и р-90 констриктор а в ангаре самого фрегата где сделать штатные его авиагруппа в количестве 24 сид истребителей еще четыре сида привез на себе модифицированный корвет отличавшийся от большинства соплеменников увеличенным передним отсеком где был оборудован небольшой ангар вообще-то атаковать rebel скамов должен был из r2 неумолимый импекабл адмирала апворта трекета а фрегат и корвет должны были его сопровождать но увы и ах для скамов имперских скамы рэбельские устроили неумолимому засаду уговорив адмирала с кораблем временно не умаляться где-то в другом месте вон туда превозмогай но в республиканские асы оказались этому только рады провернув хитрожопую комбинацию с недавно отжатым у импов корветом удар эсиона они застали импов врасплох 7 икс вингов внезапно навалились на фрегат провокатор и обрушили на него концентрированный шквал торпед все протонные звездюли нацелили на перешеек в итоге в относительно узкий перешеек имперского фрегата возможно даже не успевшего поднять щиты влетела сразу 40 торпед корабль развалился на две части обычно это не приводило гибели всего экипажа так как обе секции можно было изолировать шлюзами и переборками спокойно дождавшись спасателей но не в этот раз увы на фрегате с детонировал реактор и в передней секции начались внутренние взрывы весь экипаж провокатора погиб ой беда беда угорчение вам наверняка интересно чем закончилась эта история ну так я могу сказать что из-за r2 неумолимый со своим адмиралом трагетом не долго коптил межзвездные просторы вскоре он столкнулся с по-настоящему неумолимыми летчиками элитной эскадрильи новой республики почти бессмертными малесьюшными героями из-за авторского произвола в битве за эссеон и зер был уничтожен не он не фрегат о помощи так и не запросили и зверу было не к кому обратиться а фрегат попросту не успел воспользоваться своей великолепной коммуникационной системой антенны дальней и ближней связи и вообще все коммуникационное добро на билана b вкупе с некоторыми сканерами находились в верхней части передней секции вот тут сенсоры же частично располагались в носовой части корабля но основной их блок размещался в самом низу передней секции вот тут весь этот сенсорный комплекс производила компания фабритек ранкора съевшего на всяком сенсорном оборудовании исключением были фрегаты-разведчики оснащенные дополнительными блоками сенсоров сканеров и датчиков отсеки к ним могли располагаться да почти везде куда найдут туда и воткнут хоть на том же тонком перешейке наверное по такому же методу в москве новые районы строят гадалки не ходи великолепные средства связи и хорошие сенсоры иногда были причиной того что именно на бионы b становились флагманскими кораблями оперативно тактических соединений и небольших рейдовых эскадров тем паче тех которые искали по заховустьям тайные базы нелегальные пиратские порты и заводы бандюганов производивших всякое незаконное на вроде наркоты так например фрегат маруки участник боев с флотом предателя гранд адмирала деметриуса заорина был временным флагманом кого бы вы думали трауна тогда синерожей не был гранд адмиралом кстати знаменитый чистки искусствовед тогда еще и не успел разжиться из-за архимера он достанется ему позже а до той поры траун ну или срон как правильно звучит его имя до той поры он скакал с корабля на корабль отчего супостатам всегда приходилось гадать какой боевой пепелац наблюдаемый именно радаре сегодня стал его флагманом или вот другой пример фрегат с типично ботанским именем бошуа ботанским потому что командовал им представитель гордой и малость наглова той расы ботан по имени курск мал и а фрегат бошуа был флагманом особого разведывательного оперативного соединения приписанного одновременно к флоту и к службе разведки новой республики в восьмом году после явина то есть через четыре года после взрыва второй звезды смерти над эндором фрегат участвовал в известной в узких фанатских кругах битве в системе катал где победил превосходящие силы моффа кентера сарна и помог в присоединении сектора катал к новой республике ежели кому интересно сектор катал находится вот тут во внешнем кольце ну и конечно же нельзя не упомянуть фрегат я варис один из самых успешных не объемов бы на службе сперва альянса повстанцев а потом и новой республики он был флагманом небольшого мобильного оперативного соединения а его командиром успел побывать даже сам вирж антилис легендарный ас и герой восстания генерал и прочее и прочее и прочее в частности именно я варис участвовал в атаке на секретную имперскую исследовательскую базу утроба mo installation если название вам показалось знакомым то вам не показалось это именно то сонно скучное место где долгое время просидела адмиральда алла и в операции супротив вон дер ваф темный меч дарк сейбер я варис тоже успел отметиться наш пострел везде поспел я точно но все же чаще хорошие антенны и локаторы помогали на биланом б выполнять задачи дальней разведки действуя в одиночку или в составе небольшого корабельного соединения где задачи флагмана выполнял более крупный и хорошо защищенный корабль фрегаты разведчики особенно активно использовались альянсом повстанцев и новой республикой всегда испытывавших дефицит в специальных судах такого класса например упоминавшийся ранее фрегат хэллион стейр из нового канона как раз и был таким дальним разведчиком впрочем разведывательные задания могли выполнять и обычные боевые фрегаты небе он б имел почти столь же впечатляющий набор сенсорного оборудования как фрегаты сепаратистов тип щедрый munificent класс которым была посвящена отдельная большая видео статья то есть тоже мог использоваться как такой себе эрзац постановщик помех и корабль радио перехвата точнее галанет перехвата а еще мощные системы связи позволяли применять небе он и б как корабль или транслятор последний роль очень помогла повстанцам в распространении по галактике своих идей о свободе равенстве братстве и всем таком прочем недостижимом но заманчиво звучащим для буду для народа короче говоря для пропаганды пользовать стационарные станции вещания повстанцы не могли по понятным причинам их легко вычислить а значит и уничтожить а ты попробуй поймать мобильный телецентр сегодня на трендели на камеру завтра закинули в сеть послезавтра смылись в другое место и монтируют следующий ролик конечно так вещать тоже было опасно но это было еще куда не шло а так как по мнению имперцев шло оно совсем не туда пытались они как могли отлавливать повстанческих пропагандистов но имперскому аналогу роскомнадзора удавалось это со скрипом примерно с таким же громким скрипом как они в свое время телеграм блокировали повстанцы всегда находили возможности для вещания своей точки зрения в умы имперских граждан но еще чаще альянс повстанцев использовал небе унб не как мобильные ретрансляторы или рупоры пропаганды было у фрегатов и другая не менее почетная роль частенько инженеры альянса переделывали тайно купленные или доставшиеся им виде трофеев фрегаты в госпитальные суда в летающие госпитали собственно первый увиденный нами на экране небе он б появившийся еще в пятом эпизоде а затем воевавший над эндором в эпизоде 6 был именно госпитальным судном корабль носит имя redemption что можно перевести как искупление или спасение обычно в сша словечко redemption используется с религиозным подтекстом то есть искупление грехов но в данном случае по смыслу ничего общего с текстом сборника древних еврейских сказок для краткости называемого библией речь идет именно о спасении тела а не души искупление redemption корабль с очень богатой историей да и как могло быть иначе каждому кораблю и почти каждому персонажу хоть как-то засветившимся фильме сочинили сочную биографию и также из-за появления фильме именно искупление стал эталонным для прочих сэвэшных госпитальных кораблей на базе небе она б чем же он отличается от обычных боевых фрегатов спросите вы и таки я вам незамедлительно отвечу так как внутри небе она б не так уж много свободного места как вы могли видеть по схемам его палуб а госпиталь это все-таки не кантина и место занимает много пришлось придумать куда его пристроить инженеры задумчиво почесали затылок скурили килограмм другой известных сухих трав располагающих задумчивости пробивающих на жрачку а после чего выдали самое очевидное решение так с ангар убираем истребители выкидываем на мороз а вместо этого ставим палаты к тому же для такой переделки не нужно было резать переборки между палубами и перепрофилировать отсеки любой ангар представляет собой большое просторное помещение его разбили на комнаты на таскальное медицинское оборудование и заселили туда эскулапов доктора доктора скорее здравствуйте я доктор лиц помимо ангара пришлось выбросить и часть пушек на искупление оставили только 6 турболазерных и 8 лазерных стрелял напомню у обычного дебиона б их по 12 штук однако повстанцы хлопцы сообразительные и быстро скнокали что раз нет у них теперь ангара а стало быть и нет прикрывающий фрегат авиагруппы да еще и пушек стало поменьше то ми должны таки что-то же решать как сказали бы в одессе очамелые ручки повстанческих инженеров полезли в генератор дефлекторного поля и что-то там это кого хитрого подкрутили подмудрили тем самым заметно увеличив мощность защитного поля выдаваемого упомянутым ранее щитом модели джейси 671 вряд ли создатели щита из конторы delfus догадывались что так бывает а чё так можно было что ли именно благодаря увеличенной мощности щита искупление в битве над эндором смог пережить обмен бортовыми залпами с из эр с линкором на секундочку вот этот момент фильма щит выдержал броня кое-как тоже а экипаж и пациенты обделались мокрым испугом зато анализы сдали сразу и все но проверить их бы не успели ибо долгая жизнь фрегату не светила все-таки даже допиленные очумелыми ручками щиты фрегата не смогли бы долго выдерживать огонь главного калибра имперского звездного разрушителя из эр готовился было на второй проход с обменом бортовыми залпами дабы добить искупление но не успел враг у него забрал один круглый кемпер искупление уничтожились недостроенные звезды смерти если вы спросите что забыл медицинский фрегат в линейном бою эскадр ведь он там нужен не больше чем феминистка в мужской бане а все просто что было у командования альянса в тот момент под рукой в окрестных секторах то и отправили в бой это было фильме а до эндорских событий искупление за шесть лет безупречной службы помог повстанческим эскулапом спасти десятки тысяч жизней искупление бывал не только мобильным госпиталем но и часто принимал участие в поисково спасательных работах например поиск сбитых летчиков и привлекался для эвакуации раскрытых баз альянса повстанцев а эти базы обнаруживали довольно таки часто и часто же импы накрывали их медным тазом все-таки имперская разведка не зря кушала свой хлеб с икрой по словам одного из лидеров восстания гармбелл иблиса только каждая пятая база повстанцев от явина до эндера избежала обнаружения это заодно и ответ на вопрос почему альянс повстанцев предпочитал мобильные госпитали для тяжелых пациентов которым требовалось длительное лечение в том числе отмокание в бакта камерах на что жалуемся на голову жалуется это хорошо легкие дышат сердце стучит а голова а голова предмет темные исследования не подлежит первой известной нам операции с участием искупления в а эвакуация повстанческого персонала с большой тайной базы на планете бриджио что находится в одноименной планетарной системе в тионской гегемонии кому интересно это вот тут в кластере тион во внешнем кольце эвакуироваться пришлось как раз потому что база тайной быть перестала имперцы возмущенные наличием мятежников запустили в этом и в соседних секторах процедуру зачистки получивший название стратегическая наступательная операция страйк фиа говорящее название кстати в сэше а это словосочетание используют в политической терминологии для описания ситуации когда диктаторский военный режим терроризирует свое же мирное население во нейминг 80 уровня имперским пиарщиком за такое надо выдать по бочке варенья корзине печенье а затем отправить к стеточке необходимо их немедленно расстрелять и широко оповестить об этом населении базу на бриджи полностью эвакуировать не успели но вывезли наиболее ценный персонал остатки добила прибывшая эскадра имперцев естественно носители имперской идеологии мира и порядка на этом останавливаться не стали и навалились на еще более крупную базу мятежников на планете орион 4 находящиеся там же в тионском кластере сейчас перед вами фрагменты и заставки игры x-wing где как раз показан фрагмент этой битвы пущая графика вас не пугает как-никак заставка на движке игры 1993 года по современным меркам заставки почти 30 летней давности выглядят страшненько но у них тоже есть свой шарм эвакуировать базу повстанцы тогда не успели и это познала на себе всю мощь имперского танкового удара точнее шагоходной атаки броня крепка и шагоходы наши пусть не очень быстрый но зато солдаты ярости были полны искупление потом занимался там эвакуации уцелевших и раненых они добитых кстати было немного несколькими днями спустя летающий госпитале рискнул вступить в открытый бой со своим же родственником имперским фрегатом ворспайт его название не имеет прямого перевода на русский язык вор это понятное дело война а слова спает можно перевести как злоба пакость неприязнь а иногда используется и в значении ярость то есть можно перевести как ярость войны этакий персик то есть берсерк к слову маленькая историческая ремарка ворспайт это очень популярное имя для кораблей во флоте ее величества королеву великобритании островные любители чая и овсянки сэр называли так свои военные посудины еще шестнадцатого века наибольшую славу завоевал ворспайт постройки 1807 года так как много где успел отметиться и где повоевать да еще и прослужил аж 70 лет что очень и очень солидный срок для деревянного парусного линкора может быть и дальше бы служил если бы не сгорел в случайном пожаре в 1876 году то есть начал воевать корабль когда еще наполеон бонапартыч по европе хулиганил а помер в году когда артур конан дойль порадовал мир повестью о шерва ки холмсе корабль эпоха и конечно же вспоминает более поздний ворспайт дредноут типа queen elizabeth он прошел обе мировые войны сражался в грандиозном ютландском сражении и выжил там был в битве при нарвике да и вообще во время второй мировой войны успел отметиться почти по всему миру став в итоге самым известным и заслуженным британским линкором что же вы строим не ходите и тельник не носите если все знаете мазуты штатские ой прошу пардону это следствие моей профессиональной деформации как историка возвращаемся в далекую далекую галактику на чем мы там остановились ах да имперский ворспайт вступил в бой с искуплением когда повстанческий фрегат принимал раненых с королианского корвета cr90 королев да это сознательная отсылка разработчиков игры к выдающемуся отечественному ученому в области ракетостроения сергею павловичу королеву который стоп отставить историю а то меня сейчас опять не туда занесет имперский фрегат ворспайт открыл огонь по искуплению а тем временем запущены с имперса 10 сид истребителей усиленных шестью сид бомбардировщиками атаковали корвет королев но летчики элитные повстанческой красной эскадрильи будущая разбойная эскадрилья оказались столь упорны в оборонительном бою что не только не позволили нанести фрегату и корвету значительные повреждения но и сами ухитрились сбить несколько сидов после этого корвет и фрегат удрали в гипер а потом серии микро прыжков ушли от преследования и это были только начала приключений искупления все их я конечно же описывать не буду так как это слишком долго отмечу лишь что использовался медицинский фрегат не только как летающий госпиталь но и некоторое время успел побыть даже летающим штабом небольшого оперативного соединения спасибо хорошим средством связи в этой необычной роли фрегат выступал сразу после битвы над яви нам как вы помните возле яви на 4 татуинская деревенщина грохнула имперская вундер ваффе вместе сотнями тысячи и обитателей как военных так и гражданских специалистов как только главным героем повесили на шею по ордену шампанское там выпили порвали два баяна за упокой души таркина и всячески отметили мятежная публика сразу за собиралась на выход понимая что имп это просто так не оставят и ведь не оставили часть персонала успевшего упаковать чемоданы и спешно эвакуировали с базы в этом самое активное участие принял наш герой именно тогда искупление стал временным домом для тысячелетнего сокола королеанского прохиндея хана соло самоходного ковра чубакки и принцессы без королевства аллеи органы ну и люк там тоже частенько бывал вместе с бессмертными главными героями искупление принял участие в нескольких разведывательных и специальных операциях повстанческого флота действуя в основном как аналог самолета дрл дальнего радиолокационного обнаружения в общем наш фрегат был мастером на все руки другие повстанческие медицинские фрегаты тоже порой выполняли задачи и далекие от клятвы гиппократа да кстати медицинских фрегатов у повстанцев было довольно таки много приведу для полноты картины еще несколько штук так на страницах романа x-wing rogue squadron первом романе многими любимой серии x-wing вы можете найти упоминание медицинского фрегата рэп риф что можно перевести как отсрочка или передышка отсрочка от смерти такое значение фрегат входил состав головной эскадры новой республики под командованием самого акбара и со знаменитым тяжелым крейсером home one в качестве флагмана на отсрочке проходили лечение корон хорн и гевен дарквайтер после не очень-то удачной для них эвакуации с базы на планете таласи а еще нам известен медицинский небе он бы альянса повстанцев с красивым и очень подходящим именем спасение salvation только не путайте его с одноименным фрегатом из игры the force он лишь 2 который старая килька старкиллер то есть в битве за камина уронил на это самое камина пробив планетарный щит медицинский же фрегат спасения пару раз упоминается в игре x-wing именно на него чтобы помокнуть в бакте попадает наш главный герой кейн фарвантер если его сбивают в бою а потом находят свои а не добрые имперцы из разведки с паяльниками и большими фантазиями на тему терморектального криптоанализа еще можно вспомнить фрегат с очень странным для госпитального судна именем уода хотя мои шотландские знакомые прочли бы название как вардер имя фрегата переводится как тюремщик или надзиратель хотя имя корабля также можно перевести как хранитель или смотритель так могут назвать смотрителя музея или прислугу во дворце фрегат был в составе флота под командованием хана солу флота охотившегося на военачальника сын же в седьмом восьмом годах после явина ну или в третьем четвертом году после победы над эндором охота как вы знаете оказалось очень успешной кусатый толстопузик просрал все полимеры и в итоге бесславно сдох над датамиром что стало концом присутствия импов на планете ко всеобщей радости датамирских ведьмочек люка хана и прочих там причастных но в республиканцы наконец-то избавились от порядком надоевшего им лидера имперского осколка а ведьмы так и вовсе чуть ли не скакали от радости им наконец-то удалось отделаться от нежеланных и незваных имперских гостей годами портивших их хрупкую девичью психику немногие знают что светлая мысля превратить на бьюн и бэ в госпитальные суда приходило не только в ушибленной демократией повстанческие главы но и в не столь просветленный голову людей мыслящих более практично например нам известен фрегат с красивым именем benevolence что переводится как доброжелательность или благотворительность кораблем владел хирглик по имени мелчи задолго до обретения фрегата мелчи был владельцем небольшой транспортной компании выполнявший грузоперевозки в секторе топани мелчи не только руководил но явно и сам частенько сидел за штурвалом особенно когда выполнял курьерские заказы этим мелчи промышлял несколько десятилетий да эта раса живет довольно долго мелчи был популярен во всех дворянских домах имел много друзей по всему сектору но мелчи на мелочь не разменивался почтенный водный млекопитающий мечтал об успешном бизнесе и больших заработках однажды ему повезло шестнадцатом году до явина состоялась так называемая чистка мецепти тогда благородный аристократический дом мецепти при некоторой поддержке секторального флота галактической империи основательно намял бока своему давнему конкуренту благородному дому пелагия благородный дом устранил другой благородный дом неблагородные силы оружия мелчи посетил место грандиозного космического сражения среди остовов погибших кораблей он нашел не сильно поврежденный брошенный фрегат на объем б не уточняет чей это был корабль принадлежал ли он империи домами цепи или дому пелагия да и мелчи было тогда все равно он при кармане фрегат отремонтировал его нашел для него команду и нет не стал на нем пиратствовать или возить грузы как сделали бы многие мелчи переоборудовал фрегат в госпитальное судно в летающую больницу недобитое руководство дома пелагия не возражала не возражала потому что командир летающей больницы тотчас же бросился летать по всему сектору помогая всем и каждому помогать бесплатно не людей то есть ксеносов от разнообразных болезней и ранений не обращая внимания на расу политические взгляды или религиозные заморочки фрегат спасал корабли и суда терпящие бедствия вывозил из опасных районов пострадавших от техногенных катастроф доставлял гуманитарную помощь и что удивляло всех больше всего мелчи делал это совершенно бесплатно корабль полностью содержался на доходы от его бизнеса грузоперевозок некоторое время спустя великий совет сектора топани это правительство федерации топани впечатленный альтруизмом мелчи наградил его и стал финансировать его лечебно-спасательные походы созданная мелочи благотворительная организация получила очевидное название мелчи medical relief медицинская помощь мелчи наш герой стал всеобщим любимчиком очень уважаемым в секторе аристократом его фрегат доброжелательность всегда доброжелательно простите за каламбур встречали в любом уголке обширного сектора топани таможня всегда пропускала его без каких-либо проверок желает доброго пути и в этом самом пути охотно защищал от пиратов хотя сами пираты доброжелательность судя по всему не трогали от слова совсем ведь мелчи никогда никому не отказывал в помощи и в лечении даже отпетым уголовником с ордерами на розыск в десятки секторов ну вы уже наверное догадались чем еще промышлял мелчи раз уж его корабль таможня никогда не досматривала и вните если догадались да вы правы наш добрый доктор айболит попутно возил контрабанду почте понятно люди деньги зарабатывают в основном это были контрабандные грузы для благородного дома пилагия которому он был предан душой и сердцем что это были загрузы да в основном оружие и военное снаряжение таким образом мелчи помогал благородному дому восстановить свою военную мощь порядком пострадавшую во время упомянутой очистки восстановить чтобы он смог в будущем вновь бросить вызов чрезмерно влиятельному дому мицетти интересный персонаж и правда ли если вас заинтересовали подробности прошу заглянуть в книжку с красивым названием лордс of the expanse повелители просторов ну а мы пока пойдем дальше а то что то я застрял на описание медицинских фрегатов еще много разных вариантов на бюлона b по галактике летала например в настолке star wars армада кратко упомянут на бюлон б превращенный в то что в отечественном флоте скрывается под аббревиатуры pm нет это не пистолет макарова pm это плавучая мастерская то есть судно обеспечение предназначенное для ремонта кораблей и судов их вооружения и технических средств в районах удаленных от основных пунктов базирования засветилась такая переделка естественно во флоте повстанцев засветилась по той же причине по которой альянсу приходилось переделывать свои набулоны в госпитальные суда а именно отсутствие разветвленной сети наземных и космических баз в особенности пунктов материально-технического обеспечения и малых верфей на которых можно было бы производить несложный ремонт поврежденной техники впрочем возможности летающих мастерских были очень ограничены да и ремонт без заводки побитый посудиной в сухой док быстрым никак не будет вы чем тут две недели занимались вы пинали и все та же нехватка постоянных баз стала причиной превращения некоторых повстанческих не объемов б в летающие военные академии для подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации особой перекомпоновки тут не требовалось достаточно было найти на корабле достаточно свободный отсек для переделки его в учебные классы с установкой голографических проекторов досок и прочего а еще найти место для монтажа тренажеров системой виртуальной реальности хотя отмечу что в основном подготовка летчиков проводилась на более крупных посудинах повстанческого флота таких например как тяжелые крейсеры монка ламаре mc-80 разных модификаций и как всегда приведу пример есть такой фрегат тд виум он встречается в романах а арон олстена серии x-wing а именно книжках iron fist и solo command там отмечается что это было учебное судно для подготовки летчиков истребителей причем сюжет романов повествует о событиях периода уже новой республики когда у экс повстанцев а ныне новореспубликанцев не было такой острой проблемы с пунктами базирования в частности на этом фрегате базировалась смешанная учебная эскадрилья кричащий вуки на истребителях бомбардировщиках бета-л а-4 уай-винг и перекладчиках rz-1 а-винг вот интересно кому в голову пришла мысль назвать эскадрилью кричащий вуки там молодые летчики завершали свое обучение и сдавали летные экзамены впрочем вскоре после описанных в романе событий фрегат тд виум утратил роль летающей аудитории и снова был переделан в обычный боевой корабль у импов лучшие времена тоже был аналогичный фрегат и он тоже использовался для летной практики летчиков-истребителей и летчиков-бомбовозов на последнем курсе обучения примером этому может служить фрегат комптон его вы могли видеть в древней игре тай-файтер также на имперской стороне вводилась еще пара уникальных небеонов б превращенных в летающие научно-исследовательские и испытательные лаборатории например был небе он с неказистым названием имперская исследовательская станция номер 13 даже имени у корабля не было все во имя секретности чтобы никто не догадался на борту летающей зоны 51 велись изучение возможности насыщения энергии силы не форс юзеров а обычных смертных не они первые не они последние даже при правлении дарта нашего всего сидиуса в нескольких местах сразу проводились подобные исследования но у этих гавриков от науки получилось совсем неудачно там случайно как она часто у яйцоголовых бывает создали некую сущность которую назвали черный туман black mist хотя лучше бы назвали ее стрёмный сдец это было полуразумное существо порожденные энергии темной стороны силы черный туман мог обладать телом и разумом живого существа проникнув его тела таким образом туман перемещался и питался только фарс юзер с очень хорошей силой воли и достаточно мощным даром силы мог противостоять влиянию тумана но на тот момент таковых на станции номер 13 попросту не было шнырявший где-то там имперский инквизитор оказался не столь крут и был сожран изнутри вечно голодным черным туманом туманчик продолжал убивать всех существ на борту корабля без разбора переходя в новое тело всякий раз когда его предыдущие было уничтожено съедено изнутри экипаж верный долгу сломал гипер двигатель и суб световые двигатели чтобы это адское порождение их очумелых ручек не выбралось за пределы корабля имперцам удалось изолировать распространение черного тумана внутри одного корабля закрыв сами себя на карантин черный туман перестал существовать после того как уничтожил последнего члена необычной исследовательской станции да уж уж насколько странные эксперименты бывали у джедаев но последователи темной стороны силы всегда пытались выйти за грани возможностей за грани за пределы разумного граждане соблюдайте технику безопасности при работе силой и носите шапочку из фольги авось поможет когда кончится ваши безответственные опыты в результате которых обесточивается весь наш корпус понимаете роль испытательной площадке досталась также фрегату мифитис что можно перевести как зловония или миазмы так с имперским флотоводцем надо бы срочно посетить курсы маркетинга а то знаете ли с такими названиями в стиле дедушки нургла выглядят они совсем не привлекательно зловония был модифицирован в авианосец на его борту базировалась 481 экспериментальная истребительная эскадрилья истребители невидимок сид фантом под командованием командора гарета агамара а чтобы все это невидимое экспериментальное и жутко секретное охранять в ангар из лавония затолкали еще два подразделения 92 эскадрилью на сид перехватчиках и 29 особую смешанную эскадрилью летавшую носить перехватчиках и сид защитника редкий фрегат мог похвастаться настолько жирной авиагруппой состоящий целиком и полностью из очень опытных летчиков многие из которых к тому же были а сами большинство на объемов б а такой авиагруппе даже мечтать не смело черт побери живут же люди ну и в завершении темы необычных модификаций на объемов б предлагаю взглянуть на фрегат ларкс летал он уже во флоте новой республики хотя возможно достался еще так сказать в наследство от флота повстанческого уникален он был тем что был превращен в транспортник боевой корабль боевой фрегат превратили в грузовик причем в романе наследник империи первые книги трилогии трауна отмечается что он был не один такой то есть не был уникальным дескать таких переделок тогда летала довольно много командовал кораблем капитан афьон вне всяких сомнений на билан б можно было переделать во что угодно но вот роль транспортника это последнее что от него ожидаешь по галактике и так летало множество кораблей и судов больше подходящих для подобной переделки для перевозки грузов многие отсеки были заменены или перепланированы вооружение снято экипаж сократили до 15 человек больше ему и не требовалось потом кто-то додумался превратить транспортные наибулоны в рзац авианосцы а что вариант хуже уже не станет места внутри теперь много можно затолкать туда 3-4 эскадрильи на упомянутом фрегате ларкс некоторое время даже базировалась знаменитая разбойная эскадрилья где они только не позировались не брезгливый парни хотя думается мне с этого не до авианосца они хотели спрыгнуть гораздо охотнее чем со всех остальных не нужна тебе такая машина брат поверь мне на словом самом начале видео я упомянул что иногда на биланы бы могли использовать для перевозки групп спецназа и такой пример у меня тоже для вас есть фрегат счастливая звезда лаки стар он несколько раз кратко упоминается в древней стратежки force commander кстати хорошая была игра там это счастливая звезда не только высаживал десант но и обеспечивал огневую поддержку десанту с низкой орбиты а поддерживал он в основном повстанческих генералов тира таскина и брена тантера полноценным десантным кораблем счастливая звезда от этого конечно не стал доставлял он ведь только небольшие отряды специального назначения помните я упоминал большое количество очень удачно расположенных спасательных капсул на на билане б ну так вот их отлично можно использовать для скрытной высадки разведывательно диверсионных групп на вражеской территории продолжим тему вариантов фрегата его улучшенными вариантами как вы поняли из части видео статьи где речь шла о вооружении корабля стволов на фрегатах было не так много как хотелось бы военным а если дело доходило до жаркого боя разработчиков на билана б могли называть словом начинающимся на эту самую букву б только с матерным подтекстом что делать известно что просто добавим еще одну лопасть к секции и место будет для груза и десанта и пушек прибавится да и вообще как гласит известная русская поговорка кашу маслом не испортишь так на свете появился тяжелый фрегат на бион b2 количество стволов не стало сильно больше но их мощность заметно возросла 2 на бион возил на себе три двухорудийные башни тяжелых турболазеров то есть шесть орудий и семь просто турболазерных пушек и все это в довесок к дюжине лазерных пушек борстов р-8 к проектору притягивающего луча и к ракетной пусковой установки загруженные противокорабельными или противо истребительными ракетами напомню на базовой версии боевого на билона ракетных пусковых установок и торпедных аппаратов попросту не было их на него можно было прикрутить как опцию а вот на набионе b2 ракеты ставили сразу устранили и некоторые другие изъяны первого набиона которые нельзя было исправить доработкой напильником так новый фрегат стал почти на 50 метров короче его длина составила 253 метра напомню прежний наби он бы был ровно 300 метров в длину ширина набиона b составляла 147 метров а высота 94 метра при этом численность экипажа не сильно увеличилась раньше каталась 920 имперских душ а теперь стало 1120 но зато вдвое увеличилась поголовье возимого десанта 75 до 150 корабль как бы сжали сделали компактные но в то же время внутренних отсеков стало больше а того больше стала вместимость десанта и груза перешейк стал толще и короче повысив живучесть фрегата ну и заодно наконец-то нарастили броню и увеличили мощность защитного поля а то не билан был все-таки не самым живущим кораблем имперского космофлота вот это другое дело с этого надо было начинать а да и чуть не забыл скорость вы же помните что одним из главных недостатков базового старого не билана b была его тихоходность не билан b2 за счет установки дополнительных и более мощных движков был на 17 процентов быстрее предшественника мелочь но приятно спринтером он от этого конечно не стал но хоть кого-то теперь мог догнать или от кого-то удрать а если не догонит он сам догонит истребители его палубной авиагруппы для которых теперь был предусмотрен намного более просторный единый ангар в верхней части передней секции с выходом на оба борта чтоб помимо удобства ускорила запуск авиагруппы кормового ангара для черноков судя по всему обновленного фрегата не было численность возимой авиагруппы в источниках не сообщается вероятно это были три эскадрильи то есть 36 сид истребителей а возможно и 4 почему я говорю только просиды да потому что в отличие от предка не билан b2 строился только в интересах имперского космофлота было стражайше запрещено продавать или передавать фрегат частным лицам и даже про имперским локальным вооруженным силам но запретный плот ведь всегда особенно сладок да некоторое количество фрегатов но правда совсем небольшое все же попадали за гребущие лапы альянса повстанцев а затем и новой республики впрочем и в самом имперском флоте и вторых на бионов было немного они появились всего лишь за несколько лет до эндора их попросту не успели построить в достаточном количестве не мог похвастаться большой серии и фрегат типа корона летавший уже под знаменами новой республики это было дальнейшее развитие семейства не бионов прошу тут не бояться он не имеет ничего общего с популярной ныне мировой болячкой а еще прошу не путать его с другим одноименным фрегатом вот с этим летающим блюдцем похожим на нло состоявшим на вооружении конфедерации независимых систем во время воин клонов хороший фрегат кстати про него как-нибудь тоже расскажу когда речь пойдет про малоизвестный корабли сепаратистов вернемся к короне с иллюстрациями у нас тут беда существует только один древний официальный рисунок вы его сейчас видите у себя на экране с фанатскими иллюстрациями у нас тоже как-то не густо а скорее даже пусто придется как-то выкручиваться откуда у новой республики взялась эта корона на башке и во флоте да все очень просто а после захвата новой республикой курсанта после окончательного упокоения не кстати ожившего палпатина после устранения угрозы гранд-адмирала трауна после ну после многих проблем когда всем стало окончательно ясно понятно что новая республика это всерьез и надолго тогда республиканские флотоводцы взглянули на свой сильно побитый за прошедшие годы и весьма разношерстный флот нервно икнули тяжко вздохнули перекрестились и стали думу думать что же со всем этим хозяйством делать долго думали и придумали как сказал бы горбачев виде намечается падеж что ты нужен внедрешь запустили масштабную кораблестроительную программу new class modernization program предусматривающую создание нескольких стандартизированных типов боевых кораблей идея была хорошей что-то более-менее приличное даже сделать умудрились но как и всякий грандиозный план этот не смог полностью протиснуться в узкую щель производственных возможностей новой республики затем споткнулся обскудный республиканский бюджет и в итоге чуть совсем насмерть не расшибся столкнувшись в бомб с непробиваемой бюрократии и тихой диверсии сенаторов пока new class modernization program буксовала в правительственных коридорах как приора в деревенской грязи правительство новой республики смогло таки криво косо пропихнуть тендер на разработку и строительство новых фрегатов если со всякими там линкорами для крупных баталий можно было и повременить то вот пиратов ловить нужно было уже прямо сейчас эти товарищи после развала империи поняли что теперь их не очень торвутся ловить и вот он настал их счастливый день разработчиком фрегата стал внезапно все тот же quad drive yards раньше они крепали кораблики для империи а теперь стали работать на новую республику правильно мыслят парни главный заказчик ведь развалился ну так мы будем продавать заказчику новому заказ на новые фрегаты был выдан где-то между восьмым и девятым годом после явина ждать долго республиканцам не пришлось так как у куата уже имелся огромнейший опыт разработки и эксплуатации на бионов их ведь сотнями тысяч в лучшие времена то строили поэтому новый корабль слепили очень быстро там улучшили сям подправили оттуда подкрутили и вот уже в десятом году после явина показали заказчику свое новое творение слово небе он в названии исчезла тип корабля назвали по имени головного фрегата серии корона сразу после постройки его отправили в оборонительный флот центральных миров и там забыли ибо воевать там особо не с кем что же он собой представлял длина двести семьдесят пять метров на двадцать пять метров короче предшественника экипаж 838 человек почти на сотню меньше чем на небе они бэн компоновку фрегата позаимствовали практически без изменений но начинка существенно преобразилась во-первых кардинально пересмотрели комплект вооружения теперь базимый арсенал был таким 10 турболазерных пушек 10 лазерных пушек и два проектора притягивающего луча и 4 ионные пушки да в состав вооружения наконец-то ввели ионки которых почему-то не было в базовой комплектации на бьёна б они позволили эффективно выводить из строя без повреждения корпуса вражеские корабли и суда для их последующего досмотра или захвата а чтобы можно было догнать захватываемый корабль на корону наконец-то установили более-менее нормальные субсветовые двигатели увеличив скорость фрегата на 10 единиц до 50 мгл т не обошли вниманием и гипер двигатель скорость которого наконец-то возросла до первого класса вместо второго класса на базовом на бионе это вообще отлично фрегат получился как беляш на вокзале горячий сочный странной формы и опасные свои неизвестной начинкой вчера возможно еще гавкавший из-за изменившейся доктрины флота и принципов ведения боевых действий и появление у новой республики постоянных военных баз орбитальных космических станций и более-менее устойчивых линий снабжения о чем альянс повстанцев свое время даже мечтать не смел разработчиками было решено сократить объемы трюма и следовательно уменьшить автономность корабля грузовместимость базового небиона b было 6000 тонн у нового фрегата 4000 тонн но за счет уменьшения трюма удалось увеличить габариты ангарного отсека теперь туда влезала до трех эскадрилей до 36 мл а малых летательных аппаратов то есть истребители и бомбардировщиков причем не только маленьких сид истребителей но и достаточно крупных икс венгов б-вингов и прочих повстанческо-новореспубликанских вингов ушли в прошлое и стандартные на имперских кораблях потолочные рампы для крепления истребителей рэбельской техники они были попросту не нужны три эскадрильи это на первый взгляд может показаться немного однако мало какой патрульный антипиратский корабль корабль рейдер мог похвастаться столь же вместительным ангаром и такой же численности авиагруппой превращающий корону в полноценный авианосец первые фрегаты типа корона сошли с куатовских стапелей в одиннадцатом году после явина и сразу же поступили в распоряжение флота действовавшего в центральных мирах и охранявшего курсант роль корабля во флоте новой республики не изменилась он также как и не бион b использовался для сопровождения конвоев проведения разведки борьбы с истребителями и бомбардировщиками а также для усиления крейсеров и линкоров боевых порядков флота во время крупных сражений в общем мастер на все руки клешни и щупальца и прочие конечности республиканских экипажей фрегатом могли управлять и комфортно в нем проживать представители большинства разумных раз галактики забраков твилеков саластан гранов к началу вооруженного конфликта с адмиральшей далой верфям куата удалось построить лишь несколько корон да и после этого конфликта короны строили явно не в тех масштабах каких в империю свое время поступали на бион и б чем они очень разочаровали куатовцев те то надеялись на большой жирный контракт как минимум на несколько десятков тысяч кораблей но случился облом с кстати что характерно одновременно запуском в производство короны продолжались строиться и на бион и б фрегата ведь хотят все а корона была эксклюзивом только для флота новой республики нам известный пойменно только четыре фрегата типа корона фрегаты эндор и шутинг стар имя второго можно перевести как падающая звезда и звездочка действительно упала во время неудачного выполнения прыжка в гиперпространство фрегаты столкнулись и оба погибли гораздо больше повезло фрегату болт hard английская словечко болт значит храбрый смелые разудалые дерзкий наглый и все в таком же духе а hard это естественно сердце соответственно дерзкое сердце или храброе сердце такс где там мэл гибсон скачет спасибо товарищ горец валите дальше в шотландию английский трон труба шатать а и трусы подкидут надеть не забудьте фрегат дерзкое сердце принимал участие в компании против адмирала даалы в одиннадцатом году после явина во время одному из патрульных рейдов он столкнулся с органическим кораблем тэлкон вега бонд которого попытался атаковать неизвестный корабль угостил фрегат ответным огненным приветом выведя из строя ему двигатели после этого неизвестное судно совершило гиперпрыжок эта стычка была первой для новой республики встречи с тэлкон вега бондом к сожалению информации про фрегаты корона у нас очень мало нельзя даже сказать что с ними было после окончания так называемого кризиса черного флота шестнадцатого семнадцатого годов после явина неизвестно сражались ли они с южен вонгами скорее всего то ведь новая республика бросала против вонгов все корабли которые у нее были в наличии но это только предположение highly likely как сказали бы некоторые а что же там в новом каноне наверняка спросит внимательный зритель помняющий с чего начинала сегодняшняя длинная видео статья так и да в новом мать его каноне небе он и б тоже получили свое дальнейшее развитие эскортные фрегаты небе он си и небе он кей причина появления небе он оси была примерно такой же как и у короны их тоже строили на верфях корпорации quad drive yards честно отжатый у империи но в отличие от уменьшенной и в чем-то даже изящной короны новоканонный фрегат словно стероидами накачали он стал длиннее почти в два раза 549 метров ширина 195 метров высота 322 метра вооружение тоже стало больше дык он вообще во всем стал больше оставшись фрегатом только по названию на деле же это был полноценный крейсер с некоторой натяжкой его даже можно назвать тяжелым крейсером почему я не называю точное количество пушек на корабле а потому что их просто не придумали а если быть точным нам известно вооружение только одного небе он оси да и то той кастрированной безжалостно обшарпанной ободранной посудины из восьмого эпизода во флоте новой республики это скорее всего был довольно красивый прилизанный фрегат но воякам из сопротивления он достался же вот в таком сильно попользованном виде от того и выглядел фрегат как путана на пенсии если быть точным сопротивленцы летали на металловоми после вывода из состава новой республиканского флота фрегат был направлен на свалку для последующей утилизации но превратиться в благородной скрепки до иголки ему было не суждено оказалось что начальство свалки очень сочувствовало делу сопротивления и вместо разборки корабля на металловом передала его воинству леи органы воякам без страха и без мозгов фрегат переделали в медицинский и дали ему имя более утоляющее анодайн нэминг восьмидесятого левела или сколько там сейчас уровней в варкрафте более утоляющие ну хорошо хоть не клизмой назвали командовал кораблем вице-адмирал рездокс кстати вы заметили что на какого командира корабля сопротивления не глянь так он адмирал вице-адмирал или контр-адмирал кого-то со званием поскромнее там днем с огнем искать надо примерно как в нашем современном ряженом казачестве там все полковники да атаманы с кашевыми рядовых казаков нема и так что же там было с вооружением более утоляющий мог утолить боль страждущим и отправить их в лучший мир всего лишь десятью тяжелыми турболазерами шестью легкими лазерными пушками и двумя торпедными аппаратами с протонными торпедами в справочнике за вас джеда и the visual dictionary отдельно указывается что большую часть пушек с обезболивающего сняли найти новые сопротивления видимо не смогло боевала с чем есть вероятно на стоковом на билоне си который только сошел с верфей пушек было в три или четыре раза больше то есть приличный арсенал а вот какой именно мы вряд ли когда-нибудь узнаем фрегаты на билон си появились у новой республики через несколько лет после эндорской битвы когда империя еще быстрее чем в оригинальных звездных войнах стала разваливаться на мелкие почти беззубые фракции с начальниками самодурами что ж такое были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины парадокс видать имперские осколки в новом каноне оказались совсем уж мелкими и безвредными ну не считая первого ордена конечно так как в тридцать четвертом году после явина большинство фрегатов были выведены из эксплуатации скорее всего опять highly likely на бионы си строились не только для флота новой республики или же их после вывода из состава действующего флота передавали или продавали входившим в новую республику государством для пополнения их оборонительных флотов или это и другое только так можно объяснить как данные фрегаты оказались в так называемом citizen's fleet так называлась грандиозная армада и стуевой хучи кораблей явившийся бить final order в битве над экзаголом в девятом эпизоде напомню бить флот дедушки палпатина эдакого кащея бессмертного тогда припёрлось аж 14 тысяч кораблей и судов самых разных классов и размеров были среди них и не бионы си в приличных количествах у палача там тоже была приличная армада и по суммарной огневой мощи даже посолиднее он мог бы что-то эдакое отдельное замутить чтоб вся галактика просралась но дед к тем годам окончательно съехал с катушек и стал терять ощущение реальности маразм крепчал склероз сопротивлялся поэтому ситх по профессии и шизофреник по диагнозу мог только пафосно сдохнуть от колдунство мусорной мэри сьюшки что он собственно и сделал у руководимой старым маразматиком кучки дураков по интересам называвших себя тупейшим словосочетанием final order последний орден и у созданного этой же конторой филиала first order первый орден были не бионы собственного изготовления назывались они не бион кей но что это были за корабли решительно непонятно фрегат встречается нам только в книженции бифо за векин и читать которую я вам не советую еще кратко упомянут в подэмерон флайт лог это тоже читать не стоит но зато ею можно хорошо растапливать камин или костер в походе рукописи не горят рукописи да а вот херописи очень даже горят проверено идем дальше я еще не обо всем вам рассказал ах хотя товарищи на бусте уговаривали меня выдать все видео целиком все четыре или даже больше четырех часов но мне кажется это уже будет перебором поэтому предлагаю сейчас сделать паузу а когда же будем бить морду во второй серии очень надеюсь что пауза будет небольшой у нас тут пока еще есть интернет и снаряды в спальные районы не залетают так что думаю со второй частью быстро управлюсь статья то уже целиком написано в следующей части видео статьи вас ждет рассказ о том где и как альянс повстанцев добывал свои необионы а уж поверьте это было интересно расскажу также о десятках случаев боевого применения фрегатов и поведаю о некоторых наиболее известных необионах б будет в общем очень увлекательно ждите следующую часть ну а пока жмите на все что видите и пишите в комментариях что душа просит пишите тут под видео или в комментариях в нашей группе вконтакте ссылку на которую вы найдете в описании под видео на этом у меня на сегодня все всем спасибо за просмотр всем пока о сушка на домами прошла ночь будет не скучной а